Добрый день! Давайте начнем с самого технического вопроса. Мы достаем свои телефончики. Я так хочу видеть ваши телефоны, чтобы вы показали, кто чем владеет, да? Кнопочным или каким. Что делаем? Выключаем. Телефон выключаем, потому что у нас будет с вами записный юморик. Пожалуйста, чтобы у нас не было. И нет такого, да? Мне никто не позвонит. Ребята, все выключим телефоны. Вот, спасибо большое. Ну а теперь мы начинаем с вами. И начинаем мы с вами с того, что хотим, конечно же, вас всех, гостей, попросить, чтобы была тишина. Это, во-первых, поменьше разговаривать с друг другом, уважать лектора, который будет вам вещать ту информацию, которую вы пришли послушать. Информация очень интересная. Информация тяжелая, в каком смысле, что ее нужно осваивать. Понятное дело, что все вы дома будете дополнительно ее усваивать. Но сейчас я вам хочу представить своего вышестоящего спонсора. Сергея Кочевина, Сергея Анатольевича. Это удивительный человек, который когда-то дал информацию мне, и, как говорят, вот у меня щелкнуло, да, и монетка упала, и этот бизнес мне очень понравился. И я хочу, чтобы вы поприветствовали его. Сергей Анатольевич, пожалуйста. Здравствуйте, ребята. Спасибо, Люба, за такое введение. Недавно был на концерте Райкина, Константин, на филармонии, и он сказал, а не он говорил, а для него такой приятный голос мужской. Все, пожалуйста, обратите внимание на ваш телефон. Пожалуйста, выключите их. В течение программ не делайте съемок. Делать съемки возможно. Нет, не можно. Но я знаю, что все равно кто-нибудь не выключит и будет снимать. Так и произошло. Поэтому телефончик, телефон выключите. Правда, есть хорошая мелодия Краудман, нормально. Если мелодия другая, нет, сразу уволим. Окей. Сегодня мы будем... У нас сегодня такая необычная презентация. Давайте так, поднимем руки тех, кто, чтобы приехать сюда, проехал 5 километров. 5. Встали все. Ну, 5 километров. Хотя бы 5 километров проехали. Все встали? Встали. 5 километров. До сюда. То есть за углом живете, да? Я понимаю. За углом. Встаньте, все встали. 5 километров. Теперь, кто проехал 20 километров, садись. Остались. Да, остались. Кто проехал 50 километров, остались. Кто проехал 100 километров, остались. Кто проехал 200 километров, остались. А дальше? 300 километров. Кто больше? 500 километров. Ну ладно, уже много. Обратите внимание. Давайте поаплодируем этим людям, которые приехали откуда? Уфа, да? Уфа. Откуда? Нальчик. Откуда? Грот. Вау. Москва. Отлично. Вот это я называю courage. Вот это называю момент, когда люди, несмотря на расстояние, на пандемию, на все остальное, они приезжают. Почему? Потому что они хотят быть успешными. И хотят сделать так, чтобы что-то увидеть. И вот в этот момент, когда они увидят и услышат, вот их пасты сошлись. И образовался тот эффект, который эффект взлета ракеты, когда человек уже не остановит. Как это случилось и с вами, и со мной, и с многими другими людьми, в нашем очаровательном, обожаемом нами бизнесе. Прежде всего я хочу обратить внимание на вот этот слайд. Это очень серьезный слайд. И те, кто нас очень не любит, те, кто наши доброжелатели в кавычках, пожалуйста, посмотрите, почитайте, кто мы и что мы делаем. И тут четко ясно написано. Почему я это говорю? Потому что наши видео разбирают на кусочки, наши видео за нами следят, отслеживают, нас обвиняют в чем-то угодно. Но я хотел бы, чтобы те люди, которые не читают ни правила компании, не понимают, о чем вообще говорится, они посмотрели хотя бы по-русски этот слайд. И увидели, что мы социальное сообщество и маркетинговая организация, позволяющая простым людям обучаться бизнесу в интернете и зарабатывать онлайн. Мы продаем товары и услуги сторонник компаний по всему миру, создаем глобальную программу лояльности для наших членов и клиентов, используя криптовалюту в качестве альтернативного способа выплат. Это кто мы? А вот кто мы не являемся, мы не продаем акции, не занимаемся азартными играми, локареями, криптовалютами и торговлей ими, биржами или форексом, не предлагаем никаких инвестиций и не разрабатываем игры. И многое, что мы не делаем. Мы, вот самое главное, понимали, те, кто нас смотрит, те, кто нас критикует, что чем мы являемся и что мы не делаем. Итак, Краудван. Краудван – организация, которая имеет миссию, серьезную миссию, которая позволяет и уже позволяет многим людям изменить свою жизнь, начать зарабатывать онлайн, обучиться новым технологиям, обучиться новым веяниям, услышать новые слова, которые никогда не слышали. Вчера мне сказала, одна из моих знакомых, что я тут говорила с банкиром, он не знает, что такое NFT. Кто не знает, что такое NFT? Поднимите руку, пожалуйста. Не так много, два человека, но вы узнаете сегодня, что такое NFT. Кто не знает, что такое блокчейн? Все знают, да? Что такое биткоин? Это уже понятно, да? А ведь когда-то мы об этом не знали. А мы не знали, что такое блокчейн. И даже старшее поколение, да? 28-летние. Мы же две копейки использовали, понимаете? Телефончик бросали. Потом говорили бабушке, маме. Я не позвонил, у меня двух копейок не было, да? А что у нас сейчас? Телефоны, которые позволяют нам не только фоткаться, да? Там селфи делать, да? Но и в теории, и в практике начать зарабатывать. Это огромный инструмент. Это та вещь, которая действительно... Если у человека она есть, и он на ней не зарабатывает, то я не знаю, что сказать. Вот честно, я спрашиваю, у тебя есть ли фон? Есть. А ты на нем зарабатываешь? Нет. А почему? Вопрос в тупик 99% населения. Почему? Сидно, почему? Почему? Потому что кто-то не показал возможность. А у нас есть люди, которые показали это возможность очень многим людям. И нас очень-очень много, и мы об этом поговорим. Первый из них это Йонас Эрик Юнас, Эрик Вернер. Йонас Эрик Вернер – это человек, который занимается нетворкингом с 16 лет. В 20 лет он стал миллионером. Человек, который вел многие компании. Человек, который всегда озадачивался вопросом. Он думал, вот смотрите, я строю команды. Эти команды поднимают миллионы, сотни миллионов оборотов в компанию хозяина. Мы говорим, что есть вот работа, есть хозяева, руководители. Та же самая история в сетевом. Есть хозяева, руководители. И он задумывался, как сделать так, чтобы помочь нам. Потому что в основном тех людей, которые продвигают продавцов, их особо не ценят. И он хотел сделать так, чтобы ценили труд. И он хотел сделать компанию своей мечты. Которая была бы а. глобальной, б. полезной, ц. профитабл. То есть, чтобы там была прибыль. И да, это компания, в которой бы каждый из тех, кто занимается профессиональным сетевым бизнесом, мог бы закончить, скажем так, свой официальный трудовой путь. То есть, это была последняя компания, чем нам пообещали на первом нашем круизе, что это будет ваша последняя компания в сетевом. Не надо больше никуда бегать. Не надо ничего больше искать. Этого достаточно. То есть, действительно, вот я вам честно скажу, я уже почти больше двух лет в этой компании, но действительно. Нет, предел только звезды. Но действительно, по насыщениям, по динамике, по идеям, по возможностям, которые вы увидите, ну действительно, глобальная компания. Глобально ее не существует. Эта компания – феномен, который привлекает внимание и доброжелателей, и недоброжелателей, и конкурентов, которые пытаются сказать нам, что, друзья, вот вы там то-то и не то делаете, мы лучше. Нет, друзья, к нам идут. К нам идут. И чем дальше компания будет развиваться, тем больше, или тем меньше тех 225 миллионов сетевиков останется не с нами. Все понятно. То есть, люди, которые умеют вести правильный сетевой бизнес, и люди вообще, которые заинтересованы вести бизнес онлайн, они будут с нами. Почему? Потому что мы – самая крупная, растущая организация, сначала которую положил Йонас Эрик Вернер. И мало того, Йонас еще привлекает к себе лучших. Он коллекционер. Кстати, он коллекционер, он коллекционирует эти пауэджеты, которые едут, он коллекционирует лошадей, он помогает всяким приютам для диких животных и так далее, и так далее. У него масса интересов, но также он коллекционирует людей. Вот я недавно был в специальном туре в Дубае, и я видел топ-компании. И этот топ, действительно, люди, которые другие, они иные. Знаешь, что фильм был, да? Иные. Вот эти иные, они действительно не существуют. И многие люди ими станут. Потому что те люди, которые понимают, те, кто понял смысл компании, те, кто понимает, как Йохан Вестердал, наш генеральный директор, это бывший генеральный директор крупнейшей компании «РФМ», который, ну, на сегодняшний день где-то, вроде, двух миллионов человек. Так, мелочи, на самом деле, да? И, может быть, я не утверждаю, но, может, придет час, когда какая-то крупная компания придет, к нам и скажет, ребята, у вас столько людей. Давайте мы к вам войдем, партнеры, да, и продвигайте наш продукт, у нас хороший продукт, классный. Окей, хороший продукт, как писали. Потому что мы не занимаемся ничем, мы занимаемся тем, что мы продвигаем продукты, товары и услуги. Мы люди, которые не привязаны конкретно продукт, как многие компании, которые… Мы создали продукт, мы создали бот, мы создали еще чего-то, а вы продвигаете, а мы вам будем платить. То, что задумал Йонас и команда, это очень просто. Существует масса товаров, продуктов и услуг в интернете, которые прекрасно нуждаются в клиенте, правильно? Все бизнесы, любые бизнесы, в том числе эта гостиница, где мы находимся, нуждаются в клиентах. Без клиента бизнес мертв. И когда возникает вот такая организация, которая объединяет людей, а почему она объединяет, поговорим потом, в том числе про деньги, да? Вот эта организация начинает менять, менять маркетинг, менять бизнес онлайн, изменять людей. То есть это организация, которая позволяет людям раскрыться. И концепт очень простой. Давайте вот сегодня у нас будет не совсем обычная презентация, обычно там много чего я говорю или многое говорю. Но сегодня мы ведем нашу молодую пору с Эверлен, он продолжит дальше. И я хочу показать, пожалуйста, поаплодируем. Сегодня мы увидим много новых, в том числе люди, которые смотрят нас на интернете. И вот эти ребята, те сухие? Мне 23. 23, 22, 20. Сколько у нас минимальный возраст там? 19. Это те люди, которых я говорил. И те люди, которых я с первого дня говорил, что они придут, и это будет их бизнес. И те, кто сейчас еще из старшего поколения, да, с опытом, знанием, ну зашелили на абсолютно. Если это не поймет, то это молодое поколение вас сметет. Коль, песня была, кто там молодая шпана, помнишь? Кто там дальше был? Где там молодая шпана, что со трех нас с лица земли? Вот она. Поднялись. Друзья, поаплодируем. Поаплодируем молодежь. Они приехали сюда к нам. Поднялись, давайте, давайте. Молодая шпана. Молодцы, молодцы. Это ваш бизнес. А вы должны использовать эту молодую шпану для того, чтобы у вас появились крылья, у вас появились двигатели. Потому что это то, о чем мы будем говорить. Это очень и очень интересно. Ларлен, тебе слово. Ну, рассказывай о бизнесе. Меня зовут Владлен, и я бы хотел сказать немножечко о своем имени, чтобы вы его запомнили. Тем более, меня тысяча человек, посмотри, как я знаю. Владлен — это сокращение от Владимир Ленин. Я? А Владимир Ленин, как известно, был кто? Революционер, верно? Знаете, какая компания Краудван? Компания Краудван — революционная компания. Я здесь. Вот такая связь. Краудван — это аналог уже известным нам всем платформам, которым многие из нас пользуются, если не все. Uber, Booking.com, TikTok, Facebook, Netflix. Все эти компании не имеют своего собственного продукта, но все они что-то продвигают. Например, Alibaba, да? Alibaba, ей принадлежит Алиэкспресс. Сейчас в России больше всего людей с Алиэкспресса заказывают. Alibaba компания не имеет ни одного своего... Китайца, так скажем. Не имеет ни одного своего завода производства, но она дает нам возможность связаться с этими людьми там, за границей, получить заказ и дешевле, чем мы это делаем у себя в России, грубо говоря. И компания Краудван — это тоже платформа, которая связывает цифровые продукты, которыми многие из нас пользуются, и нас. И это и позволяет нам зарабатывать, продвигая эти цифровые продукты вместе с Краудван. Краудван — это стопроцентно мобильная глобальная онлайн-компания. Я недавно был в Дубае и услышал там очень интересный инсайт от наставника Сергея Качарина, кстати, Антони. Он сказал такую очень интересную вещь. А ваш телефон зарабатывает, когда вы спите? Вот вы спите, вы ходите, разговариваете, общаясь. Ваш телефон зарабатывает? Мой телефон зарабатывает. Телефоны ребят, которые приехали со мной, тоже зарабатывают. И поэтому эта компания на 100% мобильная. Это компания с долгосрочными перспективами, потому что продукты, которые эта компания продвигает, они действительно революционные. И это бизнес в реальном времени. То есть все, все находится у вас в мобильном устройстве. Сейчас я хочу... Вообще, откуда всю эту информацию я узнал? Как она во мне даже закрепилась, так скажем? Я буквально недавно со своей командой приехал с ивента в Дубае. Вот, в понедельник только прилетел. И на этом ивенте у меня закрепилось все то, что до этого я как бы знал, осознавал, но когда я вживую увидел Сергея Качарина, когда я увидел его наставников, когда я увидел основателя компании Йонаса, но я все понял для себя. Я понял, что здесь мы надолго, и те, кто сейчас здесь, они с нами тоже надолго. Даже сам основатель Йонас Олег Вернер, он ходит обычно в очках. Я помню момент, когда он стоял на сцене, снял очки, посмотрел нам всем в глаза и сказал, вы все вместе со мной будете здесь зарабатывать. Особенно замечательно, что там есть я и моя команда. Мы попали в кадры. Знаете, я еще открыл для себя такой инсайт интересный в Дубае. Вот одно дело, когда вам все говорят, что Crowd1 это международная компания, а другое дело, когда ты там присутствуешь, когда ты видишь, что сзади тебя сидят с Кении люди, кричат Crowd1. Слева сидит Новая Зеландия, чуть ниже сидят Филиппины, сидят Франция. Столько стран. И вот в такой момент ты действительно осознаешь, что да, компания международная. Когда ты это вживую видишь. Но я лично человек, который больше глазам верит. Вся вот эта международная организация создает очень интересные мероприятия, помимо Дубая, такие, как, допустим, круиз и поездки от компании. На данный момент, в условии пандемии, к сожалению, мы не можем сейчас поехать на круиз с компанией. Но, если отодвинусь немножко в прошлое, наш наставник Сергей Качерин с другими наставниками побывал уже на первом круизе. Видео об этом, кстати говоря, я сам смотрел, и вам тоже рекомендую посмотреть. Это первое видео, где я с Сергеем Качерин познакомился в этом видео. Также я на самом мероприятии увидел, как топ-лидеры, Сергей Качерин, Антон, Йонас, для них организация организовала действительно путешествия, мечты. Было такое, знаете, когда мероприятие в Дубае открывалось, было целое видео, где топ-лидеры купаются, отдыхают, общаются, набираются опыта от своих наставников. Это было. Я, когда это увидел, я сказал, что я тоже хочу так же. Я тоже хочу с Ионасом Эриком Вернером и своей командой тоже так же плавать, тоже так же набираться от них опыта. Когда я только пришел в компанию, мой наставник Артур Фатахов, вы, наверное, уже многие его знаете, это человек, который на всех сейчас видео появляется, на всех вебинарах, это человек, который познакомил меня с этим бизнесом. И вначале, когда я пришел в этот бизнес, я был клиентом. То есть я приобрел себе бизнес-пакет, получил доступ к уникальным цифровым продуктам и пользовался ими, и пользуюсь по сей день. Далее, я, когда начал продавать идею своего бизнеса, я уже стал партнером, я уже начал зарабатывать. Но позже, так как мой наставник – это действительно предприниматель, он мне тоже научил быть в этом бизнесе предпринимателем. То есть чтобы не я продавал, а чтобы я собрал команду ребят, предпринимателей, которые будут продвигать этот продукт дальше и дальше. На этом в целом мы построим сетево-маркетинг, верно? И какие же цифровые продукты продвигает компания? Я считаю, цифровые продукты действительно очень замечательные. Например, это журнал Crowd1. Нам с командой удалось привести некоторые экземпляры действительно замечательного журнала. Журналы GQ, журналы Forbes, они выглядят так же, я вам честно скажу. Там есть очень много интересной и полезной информации как о цифровых продуктах, так и в целом о компании и о лидерах, которые эту компанию продвигают. Очень рекомендую вам потом подойти и посмотреть самим. Далее. Следующий интересный продукт – это Tribute. Это парфюмерная компания. Майндоу. Это образовательная платформа. То, чем пользуюсь я, пока даже летел в самолете, я пользовался Майндоу. Микстер. Это игровая платформа облачного онлайн-гейминга. Lifetrends. Это аналог Booking.com. Вот мы, например, с ребятами прилетели с Уфы. Мы такими приложениями пользуемся. Booking, Aviasales. Но теперь у нас есть Lifetrends. Epic One Lotto. Это лотерея. Чуть подробнее расстроят мои друзья. И Affilgo. Это шлюз для азартных игр. Следующую и первую платформу, которую мы вам сегодня представим, расскажет вам очаровательная Александра. Вам сейчас о нем расскажет. Спасибо. Добрый день. Меня Александра зовут. Если слышали, я выглянула с самого молодого возраста из этого зала. Мне 19 лет. Да, действительно, я сама по себе студентка университета. Но понимаю, что тех знаний, которые даются сейчас в высшем образовании и не только, их недостаточно для того, чтобы зарабатывать много денег, к сожалению. Благодаря компании Crowd1 я могу заниматься тем, чем мне интересно, и узнавать новую информацию через один из наших продуктов. Его название «Майдо». Майдо состоит из нескольких курсов. То есть я могу изучать как риторику, так и мотивацию, когда мне не хватает мотивации. Последнее, что я изучала, это медитация. Там есть даже такое. Плюс ко всему, для того, чтобы правильно и грамотно строить свой бизнес, много курсов для предпринимателей по бизнесу, различные главы. В Майдо все разделы поделены на главы. Примерно одна глава длится 15 минут. Это очень удобно в приложении. Почему именно я, наверное, рассказываю про Майдо? Майдо, так как на данный момент Майдо только на английском языке представлен. То есть как в аудио, так и в текстовых подкастах. Только на английском языке. Я сама являюсь эпидетром по английскому языку в своем городе. И благодаря своим навыкам могу перерабатывать эту информацию и доносить уже дальше до членов нашей команды. Также, я думаю, вы все со мной согласитесь, что для того, чтобы постоянно развиваться, нужно узнавать что-то новое, нужно быть открытой к информации. Компания Crowd1 не только продвигает различные продукты, но и также помогает каждому вступившему в него человеку развиваться и узнавать новое, то есть какие-то пробелы замещать. Благодаря различным онлайн-конференциям. У нас каждый четверг проводится даже с Артуром Фотаковым по Zoom. То есть каждую неделю вы можете зайти в свободном доступе, изучать что-то. В этом плюс компании Crowd1, так как он не оставляет на самотек обучение каждого партнера, а занимается этим. Вот. Но помимо обучения, я все-таки девочка, мне хочется красиво всегда выглядеть, красиво пахнуть. У компании Crowd1 также есть компания Tribute. То есть мы можем предоставлять физические материалы. Но, к сожалению, на данный момент только 188 миллионов в Нигерии работает вот это вот. Это Tribute работает. Но я тоже была на ивенте в Дубае, и я ознакомилась с шикарными просто женщинами в Дубае из Нигерии. Я чувствовала, как они пахнут, я видела, как они шикарно выглядят. То есть ювелирные украшения, те же на них были надеты. Я спросила, что это такое, потому что хотела себе. Но, к сожалению, в России этого пока что нет. Вот. Они все сказали, что это от компании Tribute, благодаря Crowd1. Там тоже уход за лицом, различная косметика, плюс ювелирные украшения и часы еще даже уходят. Вот. Очень жду появления в России в скором времени, потому что это действительно что-то качественное, как в принципе любой продукт от Crowd1. Огромное спасибо, поаплодируем. Да, поаплодируем. Молодец. Первый раз, кстати. Первый раз. Вот. Но на самом деле, вы понимаете, мужчинам рассказывать про профимерию косметику, это как-то вот, да. Но то, что вот она видела, она самочувствовала, вот, это действительно серьезно. По той причине, что вот этот Tribute, вы еще, вы о нем еще не знаете, но вы о нем узнаете. И когда я разговаривал на VIP-ивенте, разговаривал с Кенни, или Кенни сказал такую фразу, что у нас будет вот это, это и еще вот это, и еще будет лайфстайл. Лайфстайл – это то, что вы видели по Tribute, да? И Кенни сказал, что я потом спросил, Кенни, а ты точно сказал лайфстайл в конце, после криптовалюты, там, коммуникейшн? Он сказал, да, да. Когда у нас есть 30 миллионов человек, то почему бы нет, на самом деле? Почему бы нет, когда есть 30 миллионов, 40 миллионов, 50 миллионов, 100 миллионов? Наша задача – миллиард. И если это миллиард, то тоже красиво бы. Выглядеть, вкусно пахнуть, да? Одевать красивые украшения и только. То есть это лайфстайл. Правильно? А мы, те, кто давно в бизнесе, понимаем, что хорошо выглядеть в любой сетевой компании – это элемент бизнеса. А теперь мы пригласим сцену Фармана, и он нам расскажет про очень интересное направление, еще про два интересных направления, которые вы, наверное, все знаете. Фарман, тебе слово, про Лайф Трендс. Всем привет. Меня зовут Усманов Фарман, мне 25, я из Уфы. Мама, привет, она сейчас смотрит трансляцию. Я хочу вам рассказать об интересном продукте под названием Лайф Трендс. В чем суть? Это аналог Booking.com, который, но для участников Crowd1, он делает специальные предложения и скидки. Перед тем, как отправиться в Дубай на конференцию, мы начали смотреть, думать, как, естественно, дешевле, как сэкономить, потому что что сэкономил, значит, заработал. И мы начали смотреть Booking, смотреть туры. В общем, и Лайф Трендс нам дал на наш отель Хилтон Дубай Аль Хатур скидку в районе 80 долларов. Но из-за чартера, отдельный отель, отдельный чартер, это вылилось бы большую сумму, и мы взяли пока что тур. Что хочу рассказать вам о том, что это развивающаяся только компания. Так как она развивается, она может нам делать скидки. Но при покупке пакетов разных, чем больше пакет, чем больше у вас будет ваучер на тур, на отель. Помимо отелей, там можно забронировать машину, взять в аренду автомобиль. Можно будет забронировать круиз. И пока что на данный момент есть только это. Я думаю, что чуть позже добавятся еще и бронь билетов. Спасибо огромное. Немного оформления. Подожди, не убегай, не убегай. Мы представляем молодежь. Он на самом деле центровой. Человек, который ведет свою команду, большой любитель американского футбола. Он такой тут скромный и немножко, так сказать, нервничает, потому что, ну, первый раз, да, перед большой аудиторией, перед вами, уважаемые зрители. Но на самом деле это очень сильно устремленный, мощный человек, и мы дали возможность ему предоставить маленький кусочек, да, но скоро он будет делать, как центровой, пробивать стены, строить свою команду. Успехов, Роман, и до второго отделения вывел его еще увидим. И следующее, да, Live Trends очень здорово. Кстати, попадает в раздел Life Stars. И еще я хочу сказать ему пару слов про Live Trends. Это американская компания, и она будет развиваться дальше, 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 дальше. А пандемия будет уходить все глубже и глубже, глубже, глубже. И люди будут путешествовать все больше, больше, больше и больше. И деньги будем получать для этого и всего другого все больше. Сергей, все больше. Что приятно. На самом деле экономить тоже это очень-очень важно. Так, а ты убежал. Вот, умею его купить. Давай, давай, ладно, я сделал, хорошо. Хорошо. Он эту часть не любит, но вот. На самом деле у нас есть такая кнопочка, как описи, насчет азартных игр, да? Если кто против азартных игр, ставит калочку, никакие доходы от азартных игр не идут. Но лотерею спортлото, я думаю, все знают, помнят, там, вот-то миллион, там, и так далее, и так далее. Все помнят, да? Эпиклото – это то, что мы ждем с Кирпенем, когда появится у нас. Здесь пока около 50 стран могут пользоваться эпиклото. И что такое эпиклото? Мы ничего не делаем, мы не занимаемся играми. Я вам сказал в начале, да? Но есть компании, которые занимаются играми. Ну, допустим, Евромиллион, Пау-Пол и так далее. Это у нас таки шесть компаний. И у нас те, кто имеет возможность играть, это Грузия, Монголия, Индонезия, Африка, часть Африки и так далее, и так далее. Эти люди, которые могут играть. И самое интересное в том, что здесь есть джекпот. Вы знаете, какой шанс выиграть джекпот вообще, теоретически? Один из ста миллионов, примерно. А представляете, какой шанс у ста миллионов человек выиграть джекпот? Один. Ну, большой. Вот, и этот большой джекпот делится пополам. 50% идет тому, кто его выиграл, и 50% тем, кто играл. То есть, партнеры нашей компании. И часть денег за продажу билетов идет, опять же, доход и распределение среди наших компаний. Так что, пусть играют, пока те, кто играют, пополняют наши, увеличат наше благосостояние. Спасибо. Именно скоро мы тоже можем участвовать в этих лотереях. И, тем более, это интересно, это просто, и никого труда нет, но это очень большая возможность выиграть, поиграть. И, кстати, очень много денег отсюда пойдет на благотворительность. Следующий ролик я запускаю видео, очень красиво, и передам слово следующему нашему. Здравствуйте, дорогие друзья. Я расскажу вам о Микстере. Но прежде всего, что такое Микстер, из чего он начинался? Это платформа для социальных игр. Вообще, в ней было непонятно сначала, что такое социальные игры, что такое социальные игры. Но мне объяснили, что социальные игры это игры, где люди могут не только играть между собой, но и общаться между собой. А это достаточно интересно. В мире много одиноких людей, которые любят общаться онлайн. И здесь игра позволяет тебе общаться со своим партнером онлайн. Начинался Микстер как глобальная мобильная платформа, потому что он будет развиваться, я вам расскажу дальше, что там есть уже и что там будет дальше. И вот мы сейчас видим, что Микстер включает в себя около миллиона на сегодняшний день человек, который подписан на Микстер, который купил эту платформу за эти деньги, которые написаны. То есть, там можно платить или 7,5 евро в месяц, то есть, около 600 рублей, 600 рублей, а можно платить 69 евро за год. Очень многие сейчас получили Микстер бесплатно, потому что проводятся акции, она до сих пор идет, и обязательно скажите в своих командах, что акция еще продолжается, время еще есть, и кроме получения Микстера, еще предлагается тысяча бесплатных пунктов лояльности, что тоже абсолютно не помеха. Дальше. Чем хорош Микстер? Всем интересно играть друг с другом, но интереснее участвовать в турнирах. Я помню, что мои друзья, московские банкиры, в 90-х годах организовали турнир по Тетрису. И турнир по Тетрису они скидывались, был призовой фонд 26 тысяч долларов, и один из моих друзей эти деньги выиграл в 90-х годах, просто играя в Тетрис друг с другом. Вот сейчас скидываться не надо, благодаря Микстеру у нас есть возможность играть в турнирах, а призы предоставляет нам компания. Призы бывают разнообразные тысячи евро, например, билеты на футбол премьер-лиги Великобритании, точнее, английская премьер-лиги, извините, не Великобритания, Англия, финал кубка, бриллиант, молодой человек, например, выиграл для своей невесты бриллиант, весом там в какой-то бриллиантах, слабо понимаем, но в общем выиграл. Девушка, надеюсь, была рада. Дальше. Ну, футболки, компьютеры, понятно. Кто из нас не видел футболок и компьютеров? Бриллианты интереснее. В мире сейчас почти три миллиарда человек играют в разные компьютерные игры. Вот я, например, более 20 лет играю в разные компьютерные игры. Я не один такой, даже среди старшего поколения, геймера хватает, а среди молодого поколения, ну, очень многие в эти игры играют. Пандемия привела всплеску денег в этом бизнесе, потому что людям нельзя было выходить. Я помню, первый карантин даже в России, он был жесткий, когда вы помните, наверное, сейчас об этом все забывают уже сейчас, а кто вспомнит, что можно было отходить на 100 метров от дома, да, и выгуливать собачку. Меня как-то остановил милиционер, сказал, что вы здесь делаете, говорите, паспорт 100 метров, я выгуливаю свою внутреннюю собачку. Хорошо, что он с чувством его попался. Но никто не знает, не может ли такая ситуация повториться, и, к сожалению, сейчас людей, которые читают не так много, а играют все, и это отдушина для людей, слава богу, потому что жизнь человеческая, а не проста, и чем человеку дается больше подпора, чем легче ему жить, и получать удовольствие от жизни, тем лучше, поэтому я всецело за игры, хотя я сам человек читающий. Вот. Могу вам сказать, что это огромные деньги, потому что люди платят за расширения какие-то в этих играх, люди платят за сами игры, а Микстер, возвращаясь к нашим баранам, позволяет играть в эти игры, заплатив один раз за пакет, который предоставляет нам не только вот эти социальные игры, которые, честно говоря, можно найти бесплатно, но по одной, их нужно специально щелкать там, искать эти игры в разных местах. Микстеры, они все вместе, пожалуйста, хотите эту, хотите ту, но это только первый этап. Вы видите, что сейчас, значит, компания Emerge Gaming, которая базируется, изначально это австралийская компания, сейчас у них появилась еще штаб-квартира в Южной Африке, это компания, которая имеет вот таких спонсоров Рибок, Адидас, Virgin, то есть компании, которые у нас на слуху, которые мы знаем и которые, в общем, не последние вообще в, не только в онлайн, но и вообще в бизнесе. Значит, миксер для всех уже есть, сейчас работает миксер ретро. Я вам не случайно о Тетрисе рассказывал. Тетрис будет в миксере ретро. Кто играл в 80-е и 90-е годы помнит такую игру Диггер. Тупая такая игра, но засасывающая. Играли многие в офисах особенно, когда работать не хочешь, а за тобой не следят, сидишь себе там, Диггер потихонечку. Вот он уже есть с новой графикой. Все старые игры, вот я говорю сейчас о миксере ретро, все старые игры имеют улучшенную графику. То есть Диггер уже он такой вот два метра роста, на Шварценеггера похожа шутка. Нет, но на самом деле графика действительно улучшена. Следующее. Вы, наверное, слышали от, или кто-то следит сам, или кто-то слышал от молодых друзей, родственников, товарищей, приятелей и так далее, о стримах. То есть для меня совершенно невыносимое занятие, то есть сидит молодой человек, ну, например, мой племянник, он в 10 классе и смотрит, как другой человек играет в компьютерную игру. Вот нам не понять, возможно, да? А возможно понять кому-то. А люди это делают. То есть они следят, как другие игры. Это называется стрим. Вообще стрим, чтобы было понятно, это просто прямой репортаж. Если так вот, ну, проще у нас совсем говорить. Игровые стримы сейчас в большой моде. Как сейчас говорят, в тренде. люди сидят и часами их смотрят. Дети. С одной стороны, вы мне скажете, что это довольно бесполезное занятие. Я отчасти с вами соглашусь. А с другой стороны, все, что отвлекает детей от, в общем, на мой взгляд, от улицы, это тоже неплохо. И в стримах можно найти свой толк. Так вот, стримы это следующий этап, который сейчас начинается, он развивается. Немножко задержали у нас развитие, но зато стримы будут мощнее, качественнее, и то, что мы проигрываем во времени выхода стримов в действие, мы выиграем в итоге в качестве этих стримов, на что я, по крайней мере, сильно надеюсь и что компания нам обещает. А компания, к счастью, свое слово держит, я думаю, что многие об этом уже говорили, многие об этом еще скажут, это очень приятная часть компании Грауруан и компании Эмердж Гейминг, что компании эти слово держат. Собственно говоря, почему Микстер связался вообще с Крауруан, можно задать себе такой вопрос. Объясню, компания не тратит миллионы долларов на рекламу по телевидению, на рекламу в социальных сетях, а не просто подписали договор с Крауруан и мы сами рекламируем Микстер. Вот я сейчас стою и работаю на компанию Эмердж Гейминг. Я не просто так работаю, я понимаю, что чем больше людей приобретет Микстер, чем больше людей будут играть, от этого вырастут мои собственные доходы, доходы моей команды, доходы моих друзей, которые со мной вместе права. И это позволяет мне с уверенностью говорить и смотреть будущее Микстера и говорить с энтузиазмом о том, что я понимаю, что хочу донести до вас. Следующее. Микстер плюс. Это самая вкусная часть нашего Микстеровского пирога. Это игры самого высокого класса. Кто не играет, но может быть кто-то слышал такие названия как Fortnite, кто-то слышал такие названия как Inquisitor, кто-то слышал такие названия как Diablo, как Цивилизация и так далее, и так далее. Это дорогие игры, каждая из которых стоит примерно около 20 долларов, если их покупать. Можно их, конечно, украсть с торрентов, но не факт, что вы вместе с игрой не украдете какой-нибудь модный вирус. Ну и вообще воровать нехорошо так из самых общих соображений. Может кто-то еще помнит. Вот. Поэтому Микстер плюс будет содержать около 100 высококлассных игр, которые вы покупаете в одном пакете, и что самое приятное, вы можете играть на самом простом железе, то есть на телефоне. Вам не нужно вот эту мощную студию, то есть можно играть и на этой мощной студии с огромными экранами, если вы видите современные американские фильмы про молодежь, то геймеры играют с таким вот экраном у него, и он вот там в шлеме, у него очки, все это тоже можно. Но можно играть и на простом телефоне. То есть вы один раз покупаете, пакет у вас сразу 100 игр. Это будет в этом году. Это недалекое будущее Микстера. Игры класса ААА, там написано, 21-й год, 21-й год, это этот год. И в этом же году будет киберспорт. Последнее, что я вам хотел сказать, это кто-то уже слышал об этом, кто-то не слышал. Я работаю в Федерации баскетбола Санкт-Петербурга в качестве начальника департамента кибербаскетбола. И мы с Сергеем и Салом решили сделать такую вещь для популяризации как кибербаскетбола, так и обычного баскетбола, потому что сначала ты начинаешь играть в кибер, а потом начинаешь круглого гонять по площадочке, потому что это очень связанные вещи от киберспорта к реальному спорту. Один шаг, я вот начал играть, когда в кибербаскетбол меня потянуло на обычную площадку. Я лет 10 не брал в руки мяча, я занимался там боксом, ходил в тренажерный зал, а в баскетбол не играл. Меня опять потянуло, потянуло играть, как в старые добрые времена. К сожалению, я вам скажу, дамы и господа, что у нас все время переносятся сроки, переносятся сроки, потому что люди не понимают идеи вот этого участия в кибербаскетбол чемпионате, но мы не сдаемся. Мы рано или поздно все-таки это продаем. Я, например, предлагал уже неоднократно, я буду записывать большой ролик по этому, ставить на наши YouTube-каналы, где подробно буду объяснять. Но я считаю, что каждый член Crowd1 может, имеет возможность создать команду из 10 человек, молодежи, которая просто будет играть. Для чего это? Для того, чтобы молодежи узнали о микстере, для того, чтобы через микстер они пришли к Crowd1. Это, на мой взгляд, самый дешевый и эффективный способ рекламы нашего общего дела. То есть, через этот чемпионат мы популяризируем микстер, а Сергей и Аллан, как вы видите, уделяют очень некислый призовой фонд. 1000 евро за первое место, 500 за второе, 250 за третье. А обладатели микстера у них еще внутренний зачет. То есть, теоретически, человек может выиграть 2000 евро для молодого человека и не для молодого человека. Это очень неплохой пуш. Только играйте. Ну, собственно, я все, что хотел, сказал и передаю Сергею с удовольствием микрофон. Друзья, вот на самом деле, да, 1000 евро сумма нехилая, но если мы говорим о призах, которые есть в микстере, это начиная от там, кроссовок и сумочек заканчивая бриллиантами. Поэтому, что-то говорить так. И если мне говорят, вот мы такие играющие, мы так любим играть, онлайн, там, прочее, прочее, то я задаю вопрос, ну, если вы умеете играть, подписка стоит 750, да, условно, на месяц. Если вы умеете играть, выиграйте бриллиантами, выиграйте компьютер игровой, который стоит, там, полторы-две тысячи евро. Это же просто для вас, друзья, просто. Но если вы не можете на простых вещах что-то сделать, а бабушки, которые любят раскладывать, кто раскладывал пассианскую сынку, поднимите руки. Не только бабушки. Ну, не бабушки, да, но кто-то уже бабушки, дедушки, да. Вот. И кто потратил на это час времени, поднимите руки. Кто потратил на это два часа времени, три часа времени, и я вот не понял, почему. Шесть часов я потратил раскладываю пассианскую сынку, после этого понял, что на время убивать я больше не буду. А с другой стороны, там есть турнир, и можно выиграть в призах, там, я не помню, что там было, по-моему, от Рибыка что-то интересное. И люди получают свои призы. Кстати, есть небольшая проблема с доставкой призов, потому что, опять же, пандемия, и немногие доставки работают, но компания, слава богу, вопрос решает, и многие из наших партнеров уже получили свои призы. Это точно есть видео, мы можем показать видео, то есть у нас есть подтверждение. Мы занимаемся фактами, да? Кстати, вот я держу факт, мы же говорим там, покажите у вас физический продукт, да? Вот я показываю физический продукт, вот, журнал, да? Абсолютно физический. Тут картон такой мощнейший, да? Вот, красивый журнал, все здорово. Рекламная площадка, кстати, да? И вот я еще один журнальчик держу. Кто знает такие AirFlight, российская авиалиния, руки поднимите? Вот журнальчик российских авиалиний, да? Знаем, да? Во всех самолетах лежит этот журнальчик. Кто в последнее время видел этот журнальчик? Кто летал? Видели это, да? И что тут находится на страничке номер 66? И что тут на первой странице изображено? Тут написано, криптоискусство продать нельзя, скопировать. И огромная статья, вот здесь, огромная статья об очень интересных вещах, от которых вначале заворачиваются мозги, кто не знает. Но когда понимают, что у тех людей, которые понимают, что это такое, и они пытаются нанести другим, и когда понимают, что настолько это все просто, да? На самом деле. Несложно, ничего сложного. И для того, чтобы мне об этом не говорить, сейчас я включу вот этот ролик. Планета Ай-Икс! Вау! Круто! Планета Ай-Икс сегодня снижает более трех с половиной миллионов человек уже в преланче. Что такое Планета Ай-Икс? Кто знает? Поднимите руки. И кто не знает, что это Планета Ай-Икс? Поднимите руки. Нету. Все знают. Я знаю, только кто там за экраном, тоже не знает, что это Планета Ай-Икс. Для того, чтобы вы узнали, я передаю слово нашему Планета Ай-Икс Раша! Артур Батам! Благодарю, благодарю. Добрый день. Сейчас будет очень интересная информация, очень сложная информация, поэтому я к ней немножко дойду издалека. Хорошо? Чтобы по полочкам все у нас уложилось, потому что Альберт Эйнштейн еще говорил, что если ты не можешь что-то объяснить простыми словами, значит, ты этого не разбираешься. Попробуем объяснить простыми словами. Хорошо? Но начну я с вскрытия некой правды. Давайте признаемся друг другу и себе, что всей той деятельностью, которой каждый раз занимается, работа, бизнес, кто-то инвестирует, вы это делаете для чего? Чтобы закрыть свои потребности. И только для этого. И каждый уже решил сам, чем он будет заниматься, для чего он будет заниматься, в чем он хорош, или кого-то заставили. Как правило, большинство людей в России заставляют заниматься тем, чем они занимаются. Правильно? Из-за этого большинство людей в России живут так, как они живут. Правда? Да. Но есть отдельные проценты людей, которые нашли какую-то самореализацию и зарабатывают деньги. То есть монептизируют свое гармонию. Я так это назову. И я вот 5 лет занимаюсь тем, что общаюсь с людьми. Мне вот очень нравится общаться с людьми, находить связи, знакомиться, рассказывать о чем-то и узнавать что-то. И вот общаясь со всеми людьми, я общаюсь со студентами, с бизнесменами, с работниками по найму, с инвесторами, с трейдерами, с домохозяйками, и прочими-прочими прочими группами. И я сделал такой вывод, что большинство всех этих людей, неважно, в какой категории заработка они находятся, какое-то шаблонное представление о мире. Я вот сейчас сидел сбоку, пока рассказывали мои друзья, моя команда про тот или иной продукт, я наблюдал, как вы реагируете на тот или иной продукт. И, к сожалению, все глаза стеклянные, ничего не понимаем, очень интересно, но ничего не понятно. Да? Есть такое? Не у всех. Не у всех. Ну, у кого-то есть. Ладно, хорошо. Почему? Потому что люди не готовы к каким-то изменениям. Люди привыкли жаловаться, что нет денег, нет работы, нет возможностей. А у меня вопрос, а вы что сделали, чтобы они с возможностями появились? Вы что-то новое узнали? К вам каждый раз приходят люди, вы каждый раз смотрите новости, вы каждый раз общаетесь с людьми, которые готовы вам принести что-то новое. А вы открываетесь к этому новому? Или вы считаете, что у меня же работа, я на нее хожу, там все классно. Бухучет у меня, я бухгалтер, у меня все классно. Блокчейн появился, бухгалтер умирает профессия. Я продавец, онлайн продавцы, что привились, вы умираете как профессия. Бизнесмены, карантины, кризисы, бизнесы умирают. Так почему вы решили, что если вы будете делать одно и то же, у вас будет другой результат? Вот эти 3,5 миллиона человек, которые уже аликсили в планете Х, они решили найти какую-то альтернативу, чтобы свои потребности закрывать как-то иначе. Потому что, как правило, наша стабильная ситуация в плане заработка остается стабильной, а потребности растут. Потому что там появляется, допустим, молодой человек, молодая девушка, появляются дети, появляются новые какие-то желания, а зарплата-то не меняется, доходы не меняются. Вопрос, что делать? Когда я ответил на этот вопрос себе, я понял, что нужно изучать новые. В свое время я изучил биткоин. Я защитил диплом в своем университете по внедрению технологии в блокчейн. Да, мне его нравится. И благодаря этому я заработал свой, условно, доход. Я не буду его изучивать. Получил, говоря биткоином. Почему? Я и своим ребятам говорил, изучайте, разбирайтесь, покупайте. В том году он стоил 3000 долларов. Сейчас он стоит 60. стоил 60 тысяч. Кто мешал вам разобраться, опять же? Правильно? Никто. Так давайте попробуем разобраться с планетой X. Потому что это некий второй шанс действительно закрыть ваши потребности. Я вообще и своим ребятам говорю, и вам советую говорить, что краудван это некий инструмент. Это не ваше дело всей жизни. Я уверен, что многие талантливы в чем-то другом. Да, вот я могу говорить, мне нравится продвигать продукты, я им пользуюсь. Я знаю, что у многих свои желания, свои идеи. Я знаю очень много молодых ребят, когда ты делал крыльцевой бизнес. Для этого нужно что? Знание капитала? Да, как вариант. Или я знаю, что многим родителям нужно отправить ребенка в университет и платить очень много денег. Я сам учился на коммерции. Да, что? Нужны деньги, нужно как-то, как-то что-то делать. Я вам предлагаю новый способ, альтернативу закрытия потребностей через планету AX. Давайте начнем с того, что есть уже аналог, называется Undercentraland. Он работает с 2017 года, сотрудничает с такими крупными компаниями, как Binance, это самая крупная популярная криптовалютная биржа. И такая есть платформа OpenSea, это немножко новенькая, если Binance мы еще слышали. OpenSea это та площадка, на которой торгуется NFT-токен. Это мы тоже к этому сейчас придем. И что же сделал The Central Land? Он взял и оцифровал город с размером где-то с Вашингтон и предложил покупать цифровую землю там. Все спрашивали, зачем это надо, кому это надо. Вот в 2018 году это все началось. Кто-то, кто разобрался, купил, кто-то ничего не поимел с этого, кто-то поимел 2000%. Кто-то сейчас до сих пор там развивает свой бизнес, кто-то не понял, как это работает и забрызнул. Я очень хочу вам сейчас донести информацию по планету X, что это не просто какая-то спекуляция, что вот вы мне говорите нужно купить цифровую землю. А кому это надо? А за сколько я ее продам? А через сколько я ее продам? Все зависит от вас. Но это не только спекуляция. Давайте посмотрим немножко шире, не шаблонно. Договорились? Я вам о том помогу. Что такое планета X? В отличие от централентов, в котором 400 тысяч пользователей, планета X это оцифрованная планета. Давайте сейчас немножко пофантазируем и вот представим следующим. По аналогиям. Аналогии всегда наш мозг воспринимает чуть-чуть проще. Представьте, что ученые, британские ученые нашли планету, на которую можно переселиться. Она точно такая же, как Земля, назовем ее Земля-2. И когда туда первые астронавты вступили, они увидели, что все точно на своих же местах, как и на нашей родной планете, но все обычные постройки снесены. И оставлены только уникальные здания. Вот там, где они стоят. А если Бурш-Халифа стоит, вот там, где они стоят. Тадж-Махал стоит, Аверест, какие-то национальные заповедники, памятники, мосты, там, где они тоже стоят. Но вокруг них все дома, все участки, они пустые. Нам здорово, мы же думаем, ага, есть новая планета, где мы можем реализовать то, что мы не реализовали тут, потому что тут все уже занято. Вы видите, все ниши, вот особенно у меня есть ребята, которые открывают собственный бизнес, они понимают, что их нельзя туда, они не пойдут в эти ниши, потому что их либо сверху попросят, либо снизу попросят, назовем это так. Ну и опять же, нужен большой-большой капитал. Как мы знаем, на других планетах другие условия, так почему же там не попробовать? И вот 3,5 миллиона добровольцев отправились в путешествие на эту планету. Приехали туда, что им нужно где-то жить? Физически, правильно? Они же не могут все разбить палатки, не деля территорию, правильно? Вот я хочу свой участок. Моему другу нужен свой участок. Но я богаче своего друга, поэтому у меня раз, у меня 100 участков. И когда следующие поселенцы приезжают, я говорю, идем, живи у меня, будет дешевле, не надо что-то покупать, вот живи у меня. Или я понимаю, что нам нужно выстраивать инфраструктуру какую-то, да? Приходят какие-то бизнесы, там, добывающие машины. Я говорю, у меня есть участки, давайте на моих участках. У меня лучше, чем у него. Я центрально нахожусь. Надо условно, в такие моменты. И все, и планета развивается. Плюс я еще самый первый приехал, и такой, смотрю, Бурж-Халифа, я люблю Дубай, вот очень люблю. Куплю-ка я Бурж-Халифа, пусть будет у меня. А потом приедет какой-нибудь шейх на эту планету, и такой, а какого это у тебя моя Бурж-Халифа, я ее хочу у себя. И предложит мне очень-очень много денег за то, что я вовремя просто, ну, как пример. Так вот, не надо ничего фантазировать, что мы куда-то прийдем в космос, потому что мы уже прилетели. У каждого есть космический корабль в вашем компьютере, телефоне. Именно он вас доставит на планету Икс. Что же сделали разработчики? Они оцифровали, еще раз говорю, планету Земля и разбили ее на участке Земли, пиксели. Один пиксель — это одна сотка, чтобы мы понимали. И что они предложили нам? Пока планета не открылась, то есть есть еще 5-6 недель, мы можем с вами купить эти цифровые участки. Что потом, когда будущие поселенцы туда приехали, они уже не где-то там купали у планеты, а у вас, как пример. Потому что в Децентрал-Индии, когда он только начинался, в 2012 году, было два аукциона. И вот кто попал на закрытые аукционы, те все земли раз купили. И уже когда эта игра, когда Децентрал-Инд, вошла в массы, все участки были уже вторичными. Был вторичный рынок. И покупали они уже не у Децентрал-Инд, а покупали уже у тех, кто купил. Ну или когда у нас строится какое-нибудь крутое бизнес-создание, бизнес-центр, сначала есть люди, которые скооперировались, нашли деньги, купили все у застройщиков, а потом проходит время, вам нужно арендовать офисы, вам нужно покупать квартиры, апартаменты, а у застройщиков уже ничего нет. и вы по бешеным ценам покупаете или становитесь владеет офисом уже у других участников. Вторичка. Да, вторичка. Но это момент спекуляции. Он вам не очень интересен, потому что, ну, мне, по крайней мере, очень интересен, потому что покупка виртуальных участков, да, это вот первый этап. Ваша задача, естественно, чем больше мы получили, тем больше шансов у нас развиться. Потому что я уверен, что мы все допускаем ошибки, правильно? Вы можете расставить участок, но вообще не туда, куда-то. Чтобы там сидеть, что вас кто-то обманул. Почему вы же сами расставляли, правильно? А чем больше у вас этих участков, тем больше шансов расставить их правильно. Но тут нужно думать. Что нужно навести? Нужно думать. Нужно думать и слушать людей, которые об этом что-то понимают. И самим образовываться. Да, как говорил мой коллега Александра, без образования сейчас никуда. У вас есть майнинг, образовывается, там, я делаю криптовалюты. Что же будет дальше? А дальше самое интересное. Я хочу, чтобы вы вспомнили всех своих друзей, у которых есть бизнесы. И предложили им планету X. Потому что, смотрите, по факту появляется какая-то платформа, на которой уже 3 миллиона человек. Будет 5 миллионов, 10 миллионов. Они же должны что-то там делать, правильно? Ну, ходить, смотреть. То есть, это некая площадка, где есть люди. А где есть люди, это реклама. И вот, допустим, у меня есть девочки, которые открывают шоу-рум. Она знает, это одежда. Знаешь, такое шоу-рум? У меня он, допустим, в центре Питера, а человек вообще в другом городе или на другом отце города, правильно? И чтобы туда попасть, там кто-то едет, 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 смотрит, 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 не нравится, он уходит. И об этом шоу-руме знают только те люди, которые на вас подписаны, допустим, в инстаграме, либо ваши знакомые. Но если я предложу этой девочке зайти в планету АИКС, выбрать какой-нибудь райончик в Париже, почему нет, правильно? В Париже открывается, и размещает свою бутику. Что будет? Она уже может сделать объявление, что мой шоу-рум находится около эферовой башни. Уже заинтересованность, да? Наших реальных людей заинтересованность. Что значит около эферовой? Они напишут. Она им кидает ссылку, заходи сюда, смотри. И все ее клиенты, которые есть, им не нужно ехать через весь город. Они просто заходят в планету АИКС, смотрят на этот шоу-рум, еще можно вы удивитесь, можно вот так телефон навести, примерить красовок. Это уже от Кучи технология такая есть. Вот Кучи устраивал модный показ, там можно было. Там одежда шла без людей. Плюс можно примерять ту и иную одежду. Понравится, они делают заказ. Помимо этого, у вас есть на вашем участке баннер рекламный и все те люди, вот это аудитория, которые вы не знаете, они о вас узнают. И, соответственно, ваш бизнес, какой бы он ни был, может тем самым продвигаться там. Интересно? Если у вас есть какие-нибудь застройщики или туроператоры, приглашайте их сюда. У меня есть в городе в Уфе долгостроя. Они строятся, 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 строятся. Красиво, с виду, внутри ничего нет. Но интересно же, что там будет. Переходите к ним, говорите, давайте на этом же месте построим точно такую же копию, но там уже все будет готово. Люди будут заходить, смотреть, как близко квартира, быстренько свой ремонт. Нравится? Переходят на сайт. Не нравится? До свидания. И это действительно большая глобальная задумка, площадка, чтобы вы могли реализовать то, что не можете реализовать вот здесь. Тем более для людей, которые никогда в жизни не занимались бизнесом, это отличный бизнес-тренажер. Потому что, согласитесь, проиграть в игре не так страшно, как проиграть в жизни. Чтобы разместить там все участки, вам не нужно здание, аренда недвижимости какой-то. Куча денег на рекламу. То есть у вас издержки не такие большие. Поэтому каждый, кто в этом зале хочет открывать бизнес, пожалуйста, рассмотрите вариант сотрудничества с Планетой Икс. Я уверен, это принесет вам прибыль. Знаете, говорят, что бизнес это самая лучшая игра для взрослых. И как в любом бизнесе, мне нужно разбираться. Мне нужно придумывать что-то свое, что-то новое. Это не инвестиции. Нет, чтобы положили что-то там, само капает, Это бизнес. Но бизнес с новыми технологиями. К счастью, к счастью, к счастью, все развивается гораздо стремительнее, чем вы успеваете узнавать. То есть с каждым годом все что-то новое, новое появляется. Бум биткоин уже прошел, все. Есть новое направление, есть новые интересные возможности, через которые можно развивать бизнес. Не только в инвестициях, но естественно, те технологии, те инструменты, с которыми вы можете достигать свои цели в любом возрасте. Я знаю много криптобабушек, которые сидят на бирже и торгуют что-то сами. Почему? Потому что у них есть время свободное, они просто потратили это время не на сериалы. Попросили, не знаю, внуков, попросили кучу-кучу, прочитали кучу-кучу материала, не знаю, в YouTube, и поняли, и поняли, почему, если кто-то может, почему я не могу? Еще так, кто вам мешает ознакомиться с информацией? У всех есть доступ в интернет, правда? У кого нет доступа в интернет? У кого есть? Еще было очень много сказано про NFT, 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 NFT. NFT – это невзаимозаменяемые токены. И когда я провозил пример с Бурш-Халифой, что я хочу занять, а какой-нибудь шах у меня ее купит, человек ее купит, я говорил именно про те токены, которые называются NFT. Это уникальные токены, которые приравниваются к уникальному объекту. То есть, тому объекту, который нельзя изменить. Понятие NFT пошло от цифрового искусства, потому что вы все слышали, лет 10 назад были истории о том, что подделки в Лувре, подделки в Эрмитаже, мануизу украли, что-то сожглось, время никого не щетит, правильно? Заборы горят. Но нам же хочется наше достояние оставить на будущее, чтобы когда наши дети изучали историю, они не смотрели на какие-то в бой мы только, Нескредитное искусство. И все это искусство оцифровывается сейчас. Но теперь другая проблема, что эти подлинники нужно как-то подтверждать. А что это действительно вот? В единственном экземпляре картина, потому что на аукционной тоже продаются виртуальные аукционные. И вот, к примеру, есть такая вот картина. И эта картина приравнялась к инвеститорке, но была продана за 3 миллиона долларов. Кому-то это надо. Это кто-то коллекционер. Так почему, если вот это кому-то надо, почему кому-то не нужна будет Башфалифа, Тадж-Махал, Горрест, Памятник Петру. Это же гораздо интереснее, гораздо, по мне, Памятник Петру гораздо красивее, чем вот это. Правильно? И вот NFT позволяет закреплять за вами право собственности на уникальный объект. И, соответственно, уникальная земля или уникальный объект также будет закреплен в NFT-токинг. Поэтому Планета Икс это действительно отдельный, крупный продукт, который продвигает Крауд Ван, и вы можете на нем зарабатывать, просто войдя в Крауд Ван. Для вас будут специальные стратегии данные, для вас будут специальные привилегии, потому что вы первые, вы космонавты. со своими кораблями в телефоне. И любым первопроходцам их нужно вознаграждать. Поэтому, если вы здесь приложите нужные усилия, разберетесь в продукте, вы будете зарабатывать деньги. А что дальше с этими деньгами делать? Как-то вывезти же оттуда, да? Вот вы условно перепродали, что-то развили, у вас бизнес приносит деньги. Их нужно выводить, правильно? Чтобы покупать реальные вещи, оплачивать реальные дома, оплачивать реальное обучение, покупать игрушки, детям, мороженое. Это же все за реальный день не делается. И есть некая финансовая система всего крауда. Это также разработка сторонняя, мультивалютный кошелек, который продвигается через краудлан. Она будет доступна как и членам краудлан, так и людям, которые никогда об этом не слышали. Этот кошелек очень удобен, потому что я вот часто совершаю транзакции в криптовалютах, и мне, чтобы обновить тысячи рублей или как-то купить, нужно очень много приложений, сервисов, обменников. Я теряю каждый раз на комиссиях, я теряю время, тут что-то не работает, тут меня кто-то подвел. Действительно, сфера молодая, поэтому очень много мошенничества, очень много сложностей. И вот мультивалютный кошелек решает все эти проблемы. Любаш доход с планеты АХ будет выводиться на мультивалютный кошелек. Мультивалютный кошелек будет откачиваться через App Store. Да, вот есть приложение Mindgo, это лицензионное приложение, которое есть в App Store. И мультивалютный кошелек также будет в App Store играть в лицензионное приложение. И вот, работая с мультивалютным кошельком, вы действительно начнете менять свое финансовое положение. Потому что я также занимаюсь консультированием по финансовой грамотности. И есть один индикатор или закон. Если ваши доходы не растут, то вы деградируете. Я уверен, что у многих-многих людей уже одна и та же зарплата и год, и два, и три, или бизнес приносят одни, либо меньше. Но по финансовой грамотности необходимо увеличивать доход в два раза больше, чем текущая инфляция. Запомните, потому что, пожалуйста, неважно, вы будете в крауде, не будете, это ваши деньги, это ваша личная жизнь, ваша личная жизнь с финансами. Пожалуйста, любите их и умейте с ними обращаться. А чтобы любить, мы любим кого? Кто приносит нам какую-то пользу, какую-то выгоду. Деньги должны приносить выгоду. И вот в мультиволюном кошельке они будут вам это приносить, потому что все заработанные деньги вы сможете торговать вместо финансов на мультиволюном кошельке. Кто не умеет торговать, ничего страшного, вы перевозите на фиатные деньги прямо там, то есть на рубли и на доллары, и покупаете просто акции. Прямо в этом же кошельке. У меня пользуются и кофты инвестициями, у меня есть счета на бинате. Но чтобы, если я знаю какой-то инсайт про акцию, чтобы мои деньги отсюда вывезти туда, я еще потеряю очень много, это время займет. А тут уже все скрошилось. Тут все в один номер. То есть это некий симбиоз фондового рынка и криптовалютного рынка. Думаю, как работает акция, знают все, вот им твердили, например, 15, инвестируй, получай дивиденды, через 5 лет, горизон 100, 5 лет, 10 лет, 15 лет у вас будет будущее. Это действительно работает. Но для этого нужно заходить не с 10 тысяч рублей, а с 20 тысяч рублей. Вам должны быть 100, полмиллиона, правильно? Чтобы это действительно поработало не когда-то там для внуков, а для вас. Жить-то сейчас надо. Поэтому образовывайтесь, покупайте акции, зарабатывайте, продвигайте свои бизнесы через планету АХ, а все остатки, которые у вас есть в приятных деньгах, вы сможете с этого приложения расплачиваться в ресторанах, кино и все прочее через закупы. Классно? По-моему, прекрасно. Поэтому когда у вас, я себе каждый раз говорю и своим ребятам говорю, когда у вас опускаются руки, потому что есть долги, вас не понимают, дети не хотят слышать, окружение говорит, что что-то не так, что за игры, нет ничего физического. Когда опускаются руки, нужно рвать зубами, говорю я себе каждый раз. Поэтому вцепитесь в эту возможность, вцепитесь в планету АХ, вцепитесь в микс валютный кошелек зубами, а не руками, и у вас никто не отнимет этой возможности. Никто не посмеет повлиять на вашу жизнь. Поэтому на этом я передаю слово своему наставнику Сергею. Спасибо, я еще раз хотел пройти по NFT, по планетам, по гемалютному кошельку. Кто ничего не понял? Поднимите руки. Хоть один человек, но я второй. Да, прекрасно, прекрасно. Фишка в чем? Вот мы рассказывали о продуктах, продуктах. Мы же рассказываем о продуктах. Мы что, не говорим о сетевом маркетинге? Мы что-нибудь, хоть слово сказали? Нет, да? То есть, мы не говорим о том, что у нас какого-то бедного человека снять последние его деньги, потратить, не понятно. Что мы говорили о том, что существует масса источников дохода? Начиная от парфюмерии, которая нравится девушкам, там, косметики и так далее, заканчивая планетой, а их представили, какой спектр, да? А это то ли еще будет, то ли еще будет. Почему? Потому что задача, вы слышали, у компании еще 30 миллионов человек. 30 миллионов человек. Скоро будет 50 миллионов, 100 миллионов, 200, 300, миллиард. Наша задача – миллиард. Почему это возможно? Потому что мы будем забирать часть прибыли, которую раньше приносилось большим компаниям, Facebook, Google, большие маркетинговые организации. Просто мы сами будем рекламировать, и мы рекламируем, и мы будем участвовать в дележе прибыли. Вот этот красивейший мультивалютный кошелек, который будет обеспечен английской PLC, Public Limited Company, акционерным обществом, это не просто так. Это английское законодательство. И многие из нас, кто имеет ревордсы, кто их помнит, они скоро перейдут у нас в акции английской компании. И эти акции можно будет продать и купить на этом кошельке. И я рекомендую всем тем, кто имеет эти ревордсы, когда они станут акциями, поскорее их продавайте. Поскорее продавайте, чтобы я их купил. Мне очень хочется, чтобы вы продали все до конца. И я хочу все это купить на минимальной цене. Пожалуйста. Так же, как было с биткоином. И сейчас с биткоином. Сейчас так называемые хомячки понесли биткоин на слив, а биткоин не хочет идти к трем тысячам, как раньше было. Он хочет становиться на 30 и 35, чтобы потом войти на 50, на 60, на 100 и выше, и выше, и выше. Та же самая ситуация с тем, что у нас есть. Вы можете, войдя в компанию, или не войдя в компанию, используя мультивалютный кошелек, стать совладельцем компании, потому что наша компания дает 50% для тех, кто будет иметь эти акции. Процесс начнется в июне месяце. Сейчас, вот июнь. Июнь, июль. Вы узнаете имя этой компании, английской компании. Все это узнаете. И меня тут спрашивают, задают вопросы, а что за компания? Чем она интересна? Друзья, погуглите, что такое PLC, Public Limited Company. Чем она отличается от других компаний, типа Limited вообще? Чем отличается английская законодательство финансовое от других законодательств? Не оффшорные, как многие нам предлагают бизнесы, которые зарегистрированы в Тимбухту, которая в Тимбухту закрылась и все. И Бухту всем конкретно. Сколько раз это было? Сколько хомячков подстрижено? Сколько денег вынесено? Ну просто, вот я не знаю, откуда у вас деньги, друзья? Откуда у вас все, у вас доят, доят, доят. Почему вы не начали зарабатывать? Причем, в юридном кошельке вы будете совершать обычные вами операции. Вот у нас есть компании, которые выдают карточки, типа скидочные, типа там потом от прибыли что-то типа там будет. Хотя там ничего нет. Потому что я знаю, как работать, рынок в партнерском маркетинге. А вот здесь все операции, за которые мы платим, за майнинг, за комиссии, за всякие переводы, они будут идти к нам. То есть все вот эти продукты, включая мультивалютный кошелек, это тоже продукт. Он чем отличается? Отличается тем, что отовсюду, от всего мы получаем деньги. Даже от трибюта, который находится в нигере. К нам прямого отношения, если среди нас нет нигерийцев, не имеет никакого отношения. Как бы. И вот сейчас, на этом мажорной ноте, я хочу закончить первую часть нашего рейсовского балета. Объявляем перерыв на 10 минут. Кому абсолютно непонятно, о чем это. Кому это все неинтересно, можете покинуть. Да, мы. Мероприятие, мы не обидимся. Кто дальше хочет узнать, а где же, то есть мы показали, где же деньги, да? Мы показали эти деньги, там столько, что просто не понять, сколько их. И мы сами понимаем, что все больше и больше становится, да? И крауд-экономика растет, растет и растет. Что такое крауд-экономика, погуглите, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Поэтому делаем перерыв 10 минут. Сколько сейчас времени у нас? 15-40. 15-40. Без 10 возвращаемся сюда, и мы будем уже говорить о технической стороне вопроса, как же делаются деньги, как работает все маркетинг. И в конце мы опять вернемся к планете АИКС. И расскажем вам немножко про планету. Спасибо за внимание. Следующая часть нашей программы. И сегодня, и сейчас мы поговорим о том, почему вдруг компания, которая чуть больше двух лет назад была, никому неизвестна, хотя кто-то не знал. Компания сама образовалась в 16-м году, а проект начался 25 января 19-го года. Почему вдруг эта компания вдруг стала 30 миллионов? И что повлияло, помимо идей, то есть идеи были шикарны. Когда мы первый раз приехали в Швецию, это было 19 апреля 19-го года, встретились с Йонасом, с Антони, с Питером Блэковым, и мы посидели, поговорили, причем не просто посидели, поговорили, нам рассказали, а мы проработали первый день 10 часов, разбирая все пункты, все вопросы, все тонкие места, которые благодаря нашему самому опыту в бизнесе мы знали. И многое из того, что мы знали, то, что было не очень хорошо у других компаний, но у нас случилось, благодаря нашим так называемым специалистам в продвижении. Но это не касается компании, касается дистрибьюторов, которые порой и часто выдают желаемое за действительное. Но, тем не менее, сама идея квинтассенса и еще, что нам понравилось, это супер маркетинг план. Мы все-таки сети идти. И мы оцениваем, насколько платежеспособен тот или иной маркетинг план. И когда мы увидели маркетинг, когда мы поняли, что этот маркетинг сам по себе является уникальным, и плюс к тому, вот я еще в жизни своей, многие из вас тоже не видели организацию, правда, уже увидели, 30 миллионов еще, таких сетевых компаний не существует, кроме нашей. И у нас не сетевая компания, у нас гибрид. Где сетевая составляющая, очень важная составляющая, это техническая часть. Техническая, а не основная. Основная, это когда за счет сети делаются деньги. За счет сети делаются деньги. У нас деньги делаются за счет продажи. И все наши пакеты, которые будем говориться дальше, все обеспечены продуктами. Все обеспечено на чистый продуктовый маркетинг, который стартовал тогда, когда мы включили в августе прошлого года Live Trends. В ноябре прошлого года включили Mixter. Сейчас появляются новые, новые направления. Развитие сумасшедшее. Вот мы говорили про планету АИКС. У компании разработчика 25 человек на сегодняшний день. Завтра там будет 250 человек. Им уже сняли офис напротив головного офиса компании в Швеции. Это огромное расширение. Почему? Потому что они знают, где деньги лежат. Просто знают, где деньги лежат. Но чтобы их достать оттуда, нужно увеличение компании. И оно увеличится не только за счет тех, кто хочет участвовать в распределении мировых доходов от рекламы, от интернет-проектов, забрав часть денег от больших компаний. Но и за счет того, что мы можем создавать свои организации и получать разные доходы от этих организаций, от своих. И у нас есть продукты на сегодняшний день, о которых мы говорили в первой части. На пути планета АИКС, мультиволет, энтетейнмент, сомми, коммуникающий, другие продукты и услуги. То есть то, что мы сейчас видим, и хотя вот то, что мы увидели в первой части, это вообще феноменально. На любом продукте, на любом можно делать отдельную компанию. Особенно планете АИКС. И вы увидите в ближайшее время сотни различных компаний, которые будут использовать вот эту планету сетевых компаний, которые будут говорить, мы лучшие. Но на самом деле, уже лучше определить. Это мы. Почему? Потому что у нас уже готовых поселенцев более 3,5 миллионов. Если мы говорим о децентроленте, мы говорим о 300 тысячах плюсах. Другие проекты, десятки, сотни тысяч, все. У нас уже готовых заселиться туда около 4 миллионов. Это количество растет, растет и растет. То есть нас, песня была-то оттуда, вы видите, нас не догонишь. Но это факт. Нас не догонишь. Почему еще нас не догонишь? Потому что мы говорили о клиентах, мы говорили о продвинутых клиентах и о партнерах. Компании о партнерах и о бизнесменах. И мы говорили о том, что вот все продукты, с которыми мы работаем, они нам дают, есть такое понятие, uni-level, одноуровневый маркетинг. Что является само по себе партнерским маркетингом? Кто не знает, что будет партнерский маркетинг, прогуглите. Это не сетевой маркетинг, это одноуровневый маркетинг. И вот по одноуровневому маркетингу мы получаем 15% бонус продаж с нашей доходной. То есть любой человек, допустим, купивший подписку Микстер, может продать подписку Микстера и заработать 15%. Мало того, этот же самый человек может заработать и участвовать в пуле, 25% пули, от всех мировых продаж того же Микстера. Или Лайфтранс, или Планета Икс, или Муки Волит Кошелка. У каждого свой отдельный пул. Пул, это понятно, это вот, куда собираются деньги, сливаются все эти денежные потоки. То есть есть персональные 15% от продаж, а есть еще пул, который, вот, отрибютно говорили, не Керик, я на Таникерик. Но мы знаем, что вот сюда, вот в этот пул, идут денежки. Еще есть ряд пулов, о которых мы будем говорить, и которые показаны на прекрасной диаграмме распределения прибыли. Более подробно мы расскажем. В принципе, очень просто. Вот деньги поступают, скидка покупатель, прямые затраты, вот денежки, которые идут в нашу пулу. Вот и 15%, вот 25%, вот 60% остаются. 60% идут сюда, и отсюда, 650, они распределяются, а дальше идут вот сюда. и вот это вот сюда является возможным, доступным только для партнеров, краудван. Вот эта часть, вот эта часть, для всех без исключения. А вот эта часть, о которой сейчас расскажет наша уважаемая любовь, Самсона, да, 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 с цифрами, она у нас финансист, поэтому у нее с цифрами хорошо. А петличку? А, она не есть. Петличка у тебя, да. Хорошо. И она расскажет уже дальше о цифрах, о соотношениях. Вот это моя самая соотношенно любимая часть, но самая нелюбимая рассказ, потому что цифры сухие, но они подтверждают правила. И вот эти цифры, они позволили привезти в нашу компанию десятки миллионов человек сейчас и приведут сотни миллионов, потому что единственный шанс сейчас заработать, зарабатывать хорошо, долго, уверенно, это право вам единственная компания. Люба, тебе слово. Да, добрый день. Зовут меня Любовь Сансонова. В этом бизнесе я с 14 ноября 2019 года. Моя история, наверное, вам всем уже известна. Скажу вам так, очень люблю этот бизнес, лелею его. Скажу, подо мной уже два директора, две звезды, один, четыре директора, одной звезды, а я еще только без двух минут директора, одна звезда. Но успехов. Надеюсь на то, что те директора, которые у меня уже выросли, они, естественно, будут двигаться дальше и дай бог им, президентов и амбассадоров. Вот давайте с вами как раз сегодня я коротко вам расскажу о наших бонусах, которые как раз и мы с вами можем здесь заработать. Кто же здесь может заработать деньги? Это, конечно же, предприниматели. Это вот третья графа, которая у нас с вами есть. Это тот человек, который создает команду и эту команду развивает. Очень люблю команду свою и всегда вам говорю, и вы тоже так же, какие звездочки у вас появляются, тем звездочкам вы уделяете внимание. Тот, кто лежит, его экраном не поднимешь, той кровати, на которой он лежит. Поэтому тот предприниматель, который у вас, он у нас так называется, начал бизнес и всем рекомендую все, кто заходит, сразу же делать 4 личных приглашения. Почему? Потому что возвращаем денежки, которые мы с вами вкладываем. Дальше у нас есть с вами просто партнеры, Сергей вам только что сейчас объяснил, как распределяются эти скидочки, и просто покупатели. Скажу вам так, что я тоже сначала не поняла вот то, что нам рассказал Артур, наш мультивалютный кошелек, я не знала, что он, оказывается, будет нам приносить деньги. Так вот, услышьте меня, да, как бухгалтера. Все те транзакции, которые будут проходить внутри кошелька, они будут распределяться по той же самой схеме. Это очень здорово. Это огромные товарообороты будут на этом мультивалютном кошельке. А он у нас с вами может быть подключен к любому человеку, даже не партнеру. Но мы как партнеры будем получать, а он не будет. Скажите, нам есть смысл и интерес рассказать ему дополнительно? Есть. Почему? Потому что он тоже сможет получать деньги дополнительные. Значит, идем дальше. Программа лояльности у нас с вами включена, потому что у нас с вами закончились реверсы. И по программе лояльности это вознаграждение за активность, вознаграждение за лояльность и за то, что мы с вами долгосрочно сотрудничаем с компанией. Каждую среду нажимаем на кнопочку и получаем эти баллы лояльности. Говорят, они будут еще круче, чем реверсы. Поэтому тоже уделяйте им большое внимание и не забывайте про них. Потому что мы сможем с вами рассчитываться за тот товар, который у нас будет внутри этими лояльными бутсами. Вот баллы лояльности для 14 дней для активации продуктов, услуг и пакетов, чтобы получить максимальное количество баллов лояльности. Да, это тогда, когда мы подключаем нового партнера. Помните, зарегистрировали? Обязательно его зарегистрировать в микстере. Обязательно. И тогда этот человек получает бонусы лояльности. Также зарегистрировать в путешествии. Вот эти два пункта в обязательном порядке. Наш любимый бонус, стримлайн-бонус, скажем вам так, я услышала вот этот стримлайн-бонус от своего очень хорошего лидера Березины и Лены. она мне вот изначально, когда я пришла в эту компанию, она просто его разложила по полочкам. Мы сделали все 14 уровень. Почему? Потому что у нас у всех реверс начислялись самые большие. То есть у нас было далее мы сделали 15 уровень и у нас все были Титаны Про. То есть сейчас и баллы лояльности мы получаем по максимуму от компании. Вот для чего вам нужно развивать свою структуру и показывать те эффективные методы, которые здесь есть. А она очень эффективна. Маркетинг у нас такой складки вкусный, да? Бонус распределяется до 20 уровня. Его ежедневный размер варьируется от 1,25 до 1125. А я еще и получаю 8% плюсов. Почему? Потому что я нахожусь на Титане Про. Вот самый вкусный пакет. И изначально Сергей Анатольевич тогда говорил нам девочки, конечно, если нет денег, входим на маленький пакет, зарабатываем. Мы делали открыт по самым большим ценам. У нас не было такого вкусного, как у вас сейчас. Вы просто, как я говорю, знаете, на блюдечке в золотой каемочке вам преподнесли такие подарки. я думаю, что тот промоушен, который будет естественно произнесен, он продлится. Да, осталось всего лишь три дня. И я думаю, что цена на него поднимется. Компания же у нас не просто так. Когда-то такой промоушен был всего лишь за 500 евро. Кто помнит? Ну, это я отвлеклась. Давайте так с вами. Балы активности. Балы активности, которые должны быть с 1 июля у нас с вами до обязательном порядке. До директора одна звезда вы должны быть активны и иметь 5 баллов. Что такое активность? Активность сейчас у нас есть с вами в каждом пакете, который вы продали. Подключив партнер, у нас в пакетах с вами есть уже Микстер. А раз есть Микстер, значит, это 1 балл есть. И таким образом, чем выше статус, тем, естественно, этих баллов нужно больше. То есть директор одна звезда это уже 10 баллов активности в обязательном порядке. Дальше идем. Бонус. Бинарный бонус. Ну, я считаю, что это самый любимый бонус. Скажу вам так, я работала до этого в бинаре, но я работала в бинаре, где была один к одному. И таких вкусностей, как здесь, не было. Да, там ты тянешь, тянешь и никак не вытянешь его. И денег ты получаешь меньше. Что для того, чтобы открыть бинар, вы сами знаете, кто не знает, нужно пригласить одного вправо, другого влево. И каждый из вас выбирает стратегию, как правильно построить этот бинар. Но это уже на обучениях. Для квалификации вам нужно один слева, другой справа. Все, вы выполнили ее, и ваш бинар заработал. вы получаете 60 справа, 60 слева, 120 бипи, это и есть 12 евро. Моя рекомендация выстраивать немножко по-другому. Но дальше идем. Если у вас с одной стороны два партнера по 60, и один слева тоже на 60, у вас получается соотношение один к двум. и таким образом вы здесь получаете уже 180 бипи или 18 евро. И следующий, конечно же, самый вкусный, это один к трём. И эта вкусность в том состоит, что, конечно же, нужно строить свой бизнес таким образом, чтобы вы всегда были и получали один к трём. Почему? Потому что не нужно быть жадным. мы, сетевики, любим пожадничать. В каком смысле? А не поставлю-ка я в спонсорскую ногу никого. А вот там пусть стоят бабушки, дедушки, которые не работают. А вот это неправильно. Почему? Потому что это ваш бизнес, это ваш личный бизнес. И очень многие те, кто сделали ошибки определенные, они сейчас, естественно, ну, как бы говоря, не могут получить полное, да? у них по нулям стоят с другой стороны, хотя это тоже хорошо, потому что полностью выплата происходит от компании. Поэтому всем вам желаю стремиться вот именно к такому соотношению, один к трём, потому что это, конечно же, вкусно. И давайте с вами рассмотрим наши пакеты, которые у нас есть, да? Белый, чёрный, голд, титан и титан про. И вы видите, каждый пакет у нас для бинара и для того, чтобы компания могла рассчитать нам бонус, естественно, имеет балловую стоимость. 60 баллов, 190, 500, 1550 и 2250. Но, примеру, я проводить не буду, потому что вы прекрасно все видите, что здесь самый вкусный, это же один к трём. Компании вы можете при таких соотношениях получать от 12 евро до 900 евро на кошелёк, на баланс. Вот то, что всех привлекает, это вот эта табличка самая любимая, потому что здесь ранги, да? И мы с вами знаем, что в разных компаниях ранги, заработал ранг, нужно его подтвердить, да ещё не один раз, а иногда и три. Здесь, в нашей компании, вам не нужно подтверждать. Единственное, зайдя на тот ранг, который вы хотите, да, у вас идёт уже естественно, если вы менеджер, значит, вы там и остаётесь. И пассивный доход по рангам у нас с вами выплачивается на личный счёт. Также он, ну, кто имеет реверсы, сохраняются же квартальные дивиденды. Но по поводу дивидендов этого к Сергею с вопросом с этим, я пока не знаю, как они будут выплачиваться в следующие 15 июля, но я думаю, что мы получим информацию. Дальше у нас с вами матчин-бонус. Скажу вам так, я чемпионка по матчин-бонусу, только почему? Потому что одна из ножек у меня очень-очень большая. И поэтому независимо от того, кто из партнёров мне делает звонок, я всё равно помогаю любому, даже той, тому, кто в большой ноге. Почему? Потому что мой бонус, как раз матчин-бонус 69% от дохода. Да. Таким образом. Почему так случилось? Потому что мы услышали, я как бухгалтер просчитала изначально, что если я сделаю 25 личников, да, то я буду, ну тогда было 20 личников, то я буду с 5 уровней получать матчин-бонус. Что такое матчин-бонус? Это чека-чека моих партнёров. Моих партнёров, партнёров-партнёров, партнёров-дальше партнёров. И поэтому даже если на 40 уровне кто-то купил пакет, ко мне всё равно прибежит эта денюжка. Потому что у кого-то сработает бинар. Может быть на 5 уровне, может на 3, а может на 2. Поэтому иногда он падает и бывает так, что со всех уровней 5, 4, 3, 2, 1, а зашёл всего лишь один человек. Представляете, какой вкусный у нас маркетинг. Да это просто замечательно. Когда начинало, конечно же, было, господи, да что такое 3, 6, там 2, 4, так мало. Но прошло 4 месяца, когда вот эта масса начала уже работать. То есть, понимаете, мы с вами, каждый из нас, это наша компания, вот у каждого из вас вы руководитель, да, и этим вы гордитесь и помогайте тем, кто у вас внутри вашей команды. Ну, я отвлеклась, как всегда. Значит, матчин-бонус обязательно нужно выполнить. Сейчас это независимо от того, на каком вы пакете находитесь, даже просто имея белый пакет, но имея большую команду, вы будете получать. Что? Матчин-бонус, чека-чека. У нас он 10% от любого бонуса, кто получил у вас внизу, ваши личные приглашенные. Дальше поехали. Но, помним, теперь матчин-бонус 1 июля мы получаем только в том случае, если у нас есть бинарный бонус. Вот это обязательно сейчас нужно иметь в виду, потому что если у вас не будет бинарного бонуса, то матчин-бонус вы сможете, может быть, даже и не получите, потому что у нас с вами идет 1 к 3, помните, 30%, 300%, вот так вот, что-то я запутала здесь. Короче говоря, дальше, смотрите, бонус страха потери. Очень замечательный бонус, и когда мы заходили, практически все мои партнеры этот бонус получили. Причем так, заходили на 99, делали апгрейд, я бонус получила тогда 375 евро на свой кошелечек. Сейчас у нас с вами таким образом, наш каждый бонус, это в течение 14 дней вы должны зарегистрировать как минимум 4 человека, партнеры, которые у вас зашли и оплатили какой-то из пакетов. И далее, если у вас 4 белых, вы получаете белый код подарок от компании. Если вы подписали 4 черных, вы получаете черный пакет. И таким образом, далее, если у вас зашли партнеры и купили разные пакеты, вы получаете по меньшему пакету. В нашем варианте это белый. Вот таким образом компания нас с вами поощряет. И ведь человек, когда он вкладывает в бизнес какую-то определенную сумму, если ему дано право через 14 дней вернуть эту сумму, то это, вы понимаете, человек успокаивается, он вложенные деньги вернул. Поэтому обязательно всем своим партнерам обязательно рассказывайте об этом полностью, потому что многие пропускают, а потом жалеют. И вот вас хочу как раз всех ознакомить с теми пакетами, которые у нас есть. Белый пакет 109 евро. Его стоимость, то есть наполнение этого пакета это 1212 евро. Что же туда входит? Туда входит сейчас в подарок Микстер, который стоит 69 евро, но вы за него уже не платите. Миндл, Лайф Трендс и Краут 1 вы получаете 5000 бунусов лояльности. И таким образом каждый пакет, который у нас последующий, он прибавляет тот или иной продукт. Ну например Black у нас появляется планета Х 1 да Х как Х 1 Х вот Gold на пакете Gold еще подключается у нас Like Me и таким же слояльности. И понятно, самый вкусный пакет это у нас Titan Pro. Я всегда говорю, что если ты хочешь строить бизнес, бизнес в бизнесе, то нужно быть на самом большом пакете. Только почему? Потому что он дает самые большие начисления. поэтому обязательно обратите внимание на тот пакет, который у нас стоит 3999 сейчас вы его можете купить за 109 плюс 799 и при этом вы получите все то наполнение которое есть. Помним да? По Life Trends у нас с вами 2950 в течение 12 месяцев это те бонусы которые вы можете потратить на тот или иной отдых. Ну вот на супер промо я приглашаю молодежь которая нам сейчас озвучит какие у нас с вами промоушены. Спасибо. Еще раз всем здрасте. Я хочу рассказать вам про промоушены которые сейчас действуют но один из них уже должен закончиться 7 июня. Расскажу сначала об epic промоушен то есть в чем суть вы приобретаете пакет за 109 евро это белый и получаете следующий пакет который стоит 399 это черный то есть вы покупаете золотой пакет вы получаете титан вы покупаете титан вы получаете титан прод акция еще продлится до 5 июля есть время да знаете эта акция мне говорит о том что компания не так важно взять с вас эти деньги им важнее создать социум им важнее создать эту толпу благодаря которой мы продвигаем крауд экономику следующий промоушен это титан промоушен плюс в чем суть вы любого пакета можете получить тот самый пакет за 3500 евро за 900 евро то есть вы обрутаете белый пакет за 109 и за 799 евро вы получаете титан проф который входит максимальная скидка максимальный ваучер в лайфтрендс максимальное количество пикселей максимальное количество бонусов лояльности которые вы сможете потратить на что-то что-то добавить не знаю еще неизвестно что будет вот опять таки эта промоушен мне тоже говорит о том что компании важнее привлечь людей компании важнее привлечь не просто людей а людей допустим с других сетевых компаний такими интересными акциями условно я это вижу так что компании не нужны деньги от нас на самом деле они не на нас зарабатывают они зарабатывают на том что есть мы и есть продукты которым мы нужны следующее я хочу рассказать про предстарт планеты ах я приведу аналогию с поездом знаете эти 13 недель заряжается поезд заправляется моется и так далее я просто раньше очень много изом на поездах я работал в газпроме я очень эта тема нет очень нелюбимая но близка и очень важно понимать что в зависимости от пакета вы будете получать какое количество пикселей и в зависимости от времени условно если бы вы зашли в crowd1 на titan pro в первую же неделю как это все начало происходить вы бы получили 130 пикселей я это сравниваю знаете как это самый первый вагон шикарный роскошный какой-то там бизнес класс если вы зашли на пятой неделе на белый пакет я это сравниваю с последним вагоном старым который еще сильнее всего качает беспорядок обычно так в поездах очень важно то что как вы хотите вы хотите ехать в последнем или наоборот в первом то спасибо спасибо помам вот разошелся кстати молодец разогрелся спасибо молодец и вот вы это видео видели это очень важный момент сейчас идет преланч планеты аэкс и мы можем всего на все за 150 евро купить 20 тысяч пиксов пока они не закончатся и 80 коллекционных о чем говорится 20 тысяч пиксов чтобы вы понимали это очень простая вещь это нулевые NFT токены в которых нет еще значимости значения то есть там ничего не нарисовано они просто пустышки они начнут приобретать ценность когда они будут куда-то поставлены и там что-то будет рисоваться создаваться это понятно 80 коллекционных это те пиксы которые можно будет использовать только на значимых местах на points of interest на точках которые значим ну типа Эрмитаж медный сармит Эфелева башен Эверест также Махал они только привязаны к коллекционным местам и когда мы говорили о планете АИКС мы говорили о том что сама планета она будет развиваться фазами и первая фаза это освоение территории через значимые объекты на каждой территории второй этап это освоение территории вокруг значимых объектов и мы говорим о том что есть уровни первые центры города потом есть окраин проходя через разные районы это система уровней и тут очень интересно наш уважаемый разработчик Филипп сказал что у нас будут коллекционные вот эти токены и он говорил еще о стратегии то есть он говорил что это не будет платформа это будет игра то есть можно тупо создать платформу как делают некоторые специалисты и там торговать виртуальной земле а можно умно делать игру в которой NFT токены будут участвовать как или как карточки монополии как вот эти кубики в Майнкрафте кстати куда тоже уже приходят NFT токены то есть сейчас везде куда бы то ни было начиная тортиз и заканчивая играми ходят NFT токены почитать информацию и соответственно дальше окраина может быть более интересна для развития чем центр города почему потому что в центре города все уже построено все уже оцифровано а на окраине в какой-нибудь там устьюлюбинске там ничего нет но там есть вода там есть лес там есть газ нефть и так далее и так далее ветер горы избы и эта зона может быть более интересна для развития и участия в игре то есть коллекция у вас есть у меня нет и у вас есть то что мне нужно я с вами договариваюсь покупаю собираю свою коллекцию а вот эти вот токены нулевые да скажем так они могут развить громадные территории площадь до мегаполиса где будет кипеть виртуальная жизнь о которой мы говорим во рту где будут шоуруны виртуальные рестораны виртуальные концерты виртуальные соревнования много что интересно потому что ну вот я поговорил с Филиппом он конечно заводной Филипп пришел его позвали на совещание первое по планете его позвали как разработчик он входил в компанию как разработчик и когда они стали говорить о планете Филипп Филипп стал задавать вопросы и потом он просто переключил все внимание на себя потому что он знает о чем говорит он знает игру он знает как все развивается он интересуется ему все это интересно и уверяю вас планета это будет нечто такого мир еще не видел хотя примеры такого есть почему мы говорим что возможно повышение цены тех же энергетокенов да почему потому что это есть в реальности есть и сатарлен есть разные другие проекты где цена растет есть вот картину которую продали за 69 миллионов долларов это большая цена большая а что вы скажете насчет миллиарда за эту картину вот кто скажет как из этой картины получить миллиарды никто не знает молодежь кто-нибудь знает 69 миллионов продано а я говорю миллиарды потенциальная стоимость этой картины в чем фишка ну а спрос нет уникальность но как получить миллиарды скажите по рекламе нет о Николай Барабана мистер миксер раш молодец эта картина состоит из 5000 NFT токенов и когда хозяин решит он сможет продать эту картину по кусочкам и каждый кто купил кусочек будет обладателем уникального кусочка на этой картине которая является уникальностью уникальной это будет его собственность этого кусочка и ориентировочная стоимость этой картины один миллиард как вам такой расклад неплохо да теперь представьте нашу землю представьте пиксель представьте кучу людей которые придут туда которые будут строиться осваивать делать коллекции и есть такое слово которое мы не произносим но подразумевает того что есть люди которые заинтересованы в росте своих денег которые приходят на эти земли если посмотрите кто пришел на децентралэн кто пришел на землю 2 там идет геймеры криптоэнтузиасты любители криптовалют инвесторы разработчики и так далее и так далее почитайте информацию я говорю о том что сейчас уже есть идет бум вот вы прослушали маркетинг для нас ветеранов кубка все понятно вот маркетинг вот бедна но это на самом деле франшиза которую вы покупаете эта франшиза даст вам возможность вместе с молодым поколением просто влететь в будущее научиться говорить я обращаюсь к старшим поколениям научиться говорить на их языке понимать их как они думают как они мысль что им интересно а не что нам интересно да а им тоже интересно потому что если вы понимаете что им интересно им интересно что вам интересно И получается эффект номер раз. Получается все очень здорово. А теперь я прошу выйти на сцену всех участников Дубая. Дубайцы на сцену. И, друзья, вот мы сейчас сделаем... У нас время еще чуть-чуть есть, нас пока еще... Дуба нас не выгоняет еще. Поэтому я хочу просто, чтобы ребята коротко сказали, кто они, что им интересно. Что было в Дубай? Коротко, пожалуйста, но время мало. И потом, если вы не возражаете, мы можем сделать вопрос-ответы, да? Да. Хорошо? Хорошо? Да, да, да. Устали, нет? Нет. Молодцы. Когда встали? Зарядили по полу. Встали дружно, потянулись, 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 потянулись. Давайте, все, погнали. Гриш, тебе. Ну, меня зовут Чума Григорий. Я в этом проекте с 9 апреля. Я являюсь координатором «Две звезды». И вот эта поездка, она, конечно, у меня жетон упал именно по простой вещи, по бинару. Я, ну, как бы всем сейчас рассказываю, и вам хочу сказать, что обратите внимание на этот очень мощный, очень уникальный инструмент. И когда Антоний, наш верхний спонсор, выжил, сказал, вот тот человек, который спасибо получает там под миллион каждый месяц, вот, когда он сказал, что стройте многомиллионную структуру, это у вас, ну, как бы, в руках этот инструмент. Но у меня в команде всего два человека, он сказал. Матрус. И где-то там на Адувине появился Сергей Качевин. Вот с этими двумя людьми я работаю, и я вот достиг этих высот. А структура, конечно, у него миллион человек. И здесь у меня вот так, реально, вот так же в зале мы сидели, а он вышел и сказал, что, ну, вот это так просто. Два человека всего, у меня помогло. Ну, на самом деле у него одна нога 15 миллионов, да, так что так международно. Не один миллион, гораздо больше. Но обратите внимание, какая скорость построения. Какой скорость не в одной сетевом не было. Валькилия Солова. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я тоже, вот мой муж Григорий, мы вместе начали с 9 апреля. И мы как бы начали, у нас скорость сначала была огромная, быстро. Мы построили, ну, как бы нам сказали, я спросила, сколько человек надо в этом бизнесе пригласить. Мне сказали 20. Ну, я за два дня 20 человек пригласила и уже как бы расслабилась. Ну, я поняла, что если хочешь большой бизнес, надо обязательно съездить на семинарах. И у меня была такая возможность, что меня забрали туда, а я еще забрала своего партнера. И Дубай – это рай, Дубай – это здорово, но для меня это семинары. Семинары – это все, это мой инструмент. И я для себя, я поняла, если я буду постоянно ходить на эти мероприятия, на все, на семинарах, при том у меня вот первый семинар дубайский, я его… Вы даже не убрали. Я не убрала. И у меня следующий будет второй, третий, четвертый, пока будет на обе руке. Как там шаманит. Да, потому что это мой бизнес. И вот, что я хочу сказать. Мы приехали из Дубая и сдавали ПЦР, да. Мы стояли там в очереди. И, ну, там, молодая женщина с ребенком, с двумя детьми, там, муж. И спрашивает, о, у вас Дубай, да, вы из Дубая? Я говорю, ну, да, ну, а почему вы не загорелая, почему вы такая белая? Я говорю, да, мы по работе. Она говорит, а что у вас там за работа? Я говорю, ну, у меня там, это, компания наша там, и мы уже каждый, через каждые три месяца мы там работаем. Ой, а мне интересно. А скажите, пожалуйста, я ей скинула ссылочку, она зарегистрировалась, и мы сейчас ездили в поезде, и она мне пишет, Валентина, нам надо срочно встретиться. Давайте в понедельник. Так что, вот это работает. Всем привет. Меня зовут Фарман. Я из Уфы, мне 25. Первое, что хочу сказать о Дубае, я почувствовал, что я прикоснулся к будущему. Потому что эта компания строит будущее, и мы помогаем это делать. Мне было важно познакомиться с людьми других культур, других ценностей, другого видения мира. Да, мы этим и занимались, мы познакомились с замечательными ребятами из Франции, из Кении. Мы познакомились с Бибель Шаретт, президент две звезды. Невероятно классная национальная женщина в лифте, просто в лифте мы ехали. Вот у нас несколько человек, да, и мы такие, я говорю, можно ваш номер? Он говорит, давай. Я говорю, я хочу сделать Zoom. Она такая, окей, без проблем, да. Вот, и мне было, для меня это было как такой момент, что как на эту компанию смотрят другие. Другие люди, совершенно других ценностей, совершенно других взглядов жизни, да. Кения, Новая Зеландия, Европа, мы, да, мы совершенно разные люди. Для меня, Дубай дал мне не то, что, ну, мне не надо мотивировать, у меня с мотивацией все в порядке. Он мне дал видение и понимание того, что на самом деле очень важно, это забота, да, и строить отношения с людьми, не просто продавать, а строить отношения. Потому что, да, ты можешь продать и забыть про человека, но если ты построишь с ним отношения, он гораздо больше тебе не может дать. Ну, и второе, самое важное, это фокус. Фокус. Я вот себе сейчас дал фокус на три месяца заниматься только этим. Все, спасибо. Здрасте, меня зовут Рушан, мне 22 года, менеджер, координатор 29. Я первый раз был за границей в Дубае, и это был, нехи, наконец-то, у нас для меня переехать с Уфы в Дубай неделю на рабочую конференцию. Я увидел там такую энергетику, энергетику миллионеров, можно так сказать. Она реально заряжает. То есть, и увидел масштаб компании. Компания дает возможность людям зарабатывать такие деньги большие, но мало кто, не знаю, видит, что это такие возможности. И хочу всем пожелать, чтобы вы видели эти возможности и реализовывали. И нужно тут уметь доносить эти возможности до своего окружения. Занимайтесь этим правильно, хорошо? И дружите с людьми, с вашим окружением. Добрый вечер, меня зовут Владлен, 23 года, напомню вам. Для меня Дубай – это прежде всего знакомство с лидерами и людьми. Я понимал изначально, что я еду туда именно по работе, по бизнесу. И знакомство с такими людьми, как Николай, Сергей Кочерин, Антони, Магнус Ларсен – это люди, которых я слушал эти дни, которых я пытался впитывать как губка действительно. И после чего, наверное, мне не дадут соврать мои команды, я поменял полностью свою стратегию работы. Я взял для себя 90-дневный план игры, который посоветовал Антони на своем выступлении. И теперь я точно знаю, к чему я иду, и точно знаю, что меня теперь в легальности и силе этой компании никто не переубедит. Благодарю. Добрый вечер еще раз. Меня Александра зовут, мне 19 лет. Я пока что только начала заниматься, тоже с апреля, я еще тим-лидер по статусу в Crowd1. После Дубая, как уже сказал Владлен, действительно появилась как моя внутренняя уверенность, так и уверенность в этой компании. И все противоречия, сопротивления, которые теперь я слышу от людей, проходят мимо меня. Это первое, что... Второе, именно Дубай, дубайская конференция Crowd1 показала, для меня она была про личную самореализацию. Вот. Я изучаю английский язык, для меня это очень важно, благодаря Николаю я смогла реализоваться, как еще и синхронист, побыть, посмотреть это немножко изнутри. Вот. И понять сами продукты тоже с другой точки зрения, благодаря другому языку и другим словам, более профессионально. Меня зовут Артур. Меня правда. И первое, что я хочу сказать, что я очень сильно горжусь своей командой, своими друзьями, в первую очередь, которые доверились мне, которые выехали со мной в Дубай, которые некоторые из них посетили за границу первый раз. Я считаю, что это лучший инструмент для развития вашего бизнеса. И когда меня спрашивают, а что ты там вообще делаешь, мы выкладываем историю, чтобы мы поехали, они видят, мы отдыхаем и работаем. Что ты там делаешь? Я говорю, что я... Я не говорю, что я там в сети, ну и все прочее. Я говорю, я строю бизнес, увлекаю в него свое окружение, меняю свое окружение и даю им уникальный доступ к цифровым продуктам. А что за доступ? Вот как раз-таки на конференции в Дубай я и получаю информацию об этих продуктах. Правильно, я же не получаю ее от него или от нее, или там от вебинаров. Я получаю напрямую от людей, которые создают эти продукты себе. Соответственно, они мне могут рассказать гораздо больше, чем я услышу где-либо. Поэтому такие мероприятия – это тот инструмент, который может зажечь ваш бизнес. И я прошу вас, меняйте свое окружение, создавайте свое окружение. Я думаю, что когда закрываются какие-то материальные потребности уже, я считаю, что я закрыл свои материальные потребности. Начинается вопрос, а кто тебя вообще окружает? Кого вы хотите видеть в своей команде? Я хочу видеть вот этих людей рядом с собой. Хочу, чтобы они развивались, закрывали свои материальные потребности. И для этого я готов давать им лучшие инструменты вместе со своими наставниками. Пока что лучший инструмент – это вот краудфан. И я уверен, что если они также начнут менять свое окружение, если они начнут давать информацию тем единицам, которых они хотят видеть собой, я вас спрашивал, а с кем бы вы хотели поехать в следующий раз в Дубай? Да кто-то назвал своего друга, кто-то назвал свою подругу. Потому что эти эмоции важно разделять с кем-то. Я все время до этого ездил один. В другие города, в другие страны. Было очень здорово, но не было вот этих эмоций, которые я получил рядом с этими людьми, с моей командой. Поэтому вам не нужны миллионы, сотни людей в этом бизнесе. Вам нужны те люди, с которыми вам приятно работать, с которыми вы хотите и отдыхать, с которыми хотите и работать, образовываться, и чьи счастливые улыбки вы хотите видеть. Иначе это будет просто обычный перебор людей об обычных сетевых компаниях. Я говорю, что я не сетевик, я бизнесмен, который меняет свое окружение. И вам это посоветую. Спасибо. Меня зовут Анис Иван Георгий. Добрый день. Я из Уфы, мне 21 год. Не буду много говорить. Я хочу через вас донести до ваших детей, может быть, внучек, что есть такая игра «Планета Х». Эй, мультима. Я доплю за это. Я знаю, что это будет скачок в будущем. Это большой скачок. Пожалуйста, донесите до них это. И они построят свои счастливые будущие. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Рината. Мне 22 года. Я тоже из Уфы. И в Дубае я была первый раз на конференции. Мне безумно понравилась та энергетика, которая была от людей со всего мира. Хотя это было не первое мероприятие, когда оно было такого международного плана. Но мне больше всего запомнились люди, которые там были. А именно женщины, девушки. Они были настолько сильные, что я когда приехала в Уфу обратно, у меня команда тоже стоит из девушек, тоже мои подруги все, я их зарядила вот этой энергетикой, и уже результаты есть. То есть, когда говорят о том, что зарабатывать нужно не много людей, а мало, всего два человека, и можно заработать прямо сейчас, вот это оно. То есть вы заряжаете своих людей, всего два, один, три, четыре человека, и они вам уже приносят результат. В принципе, у меня все. Спасибо. Добрый вечер всем. Меня зовут Татьяна. Мой непосредственный спонсор — это моя мама, которая в эту компанию меня и привела. Елена Березина, она директора для этой поездки. Маме, конечно, спонсором Любовью Сансонову и Сергею Кочевину, потому что они сказали, что ты должна быть там обязательно. И я понимаю, почему, и все эти мероприятия, я считаю, должны посетить все партнеры, потому что я смотрела, как и все вы сейчас, да, картинки, видеоролики, там, руководство, компания, люди. Ну, это как будто где-то недалеко, это нереально что-то. А в Дубае была возможность непосредственно пообщаться с людьми, с руководством, с Йонасом, пощупать жильем всех людей. То есть я обрела огромную уверенность в этой компании и очень благодарна за эту поездку. И также эта поездка и компания в частности показала мне жить моей мечтой, как я хочу жить, и что все возможно, нет ничего невозможно. Спасибо, Николай Барабанов, который в Дубае был дольше всех, потому что я, кроме всего, еще синхронный переводчик, поэтому все были на трех конференциях, а я был на четырех, потому что там была двойная конференция. Я слушал всех два раза. Я на всех дубайских конференциях перевожу, и, надеюсь, буду переводить, пока не постарелюсь совсем, но у меня уже есть ученица, она меня сменит, Александр, уже готовил для этого дела. Может, вместе будем это, потому что все работают под двое, синхронные переводчики, только я один. Я вам скажу кратко две вещи, почему я здесь, почему я в этом бизнесе. Я не только переводчик, я тоже координатор две звезды пока, но только там, в Дубае, я понял две очень важные вещи, и с удовольствием с вами поделюсь. Чтобы уверенно предлагать этот бизнес, а совершенно Йонас Вернер правильно говорит, никто не хочет ничего продавать, никто не любит продавать, продажников очень мало, но все страшно любят советовать, все обожают советовать, все обожают рассказывать о своих интересах. Вот мне нравится тоже Планета Аэкс. Я хожу, люди рассказывают, слушай, такая же такая Планета Аэкс вообще. Микс-то, какая классная вещь. Мультивалютный кошелек, ребята. Вы хотите иметь место, где ваши деньги спокойно лежат, и никто на них внимательно не смотрит? Что там за деньги такие? Ренечка, я, пожалуйста, мультивалютный кошелек. Подробно не надо. Нет, врачи, рептилоиды. Я правил? Я правил. Есть врачи, да. Только это я имею в виду. Жулики всякие, нехорошие люди. Я правил. А здесь только вы. Ну, кстати говоря, я не так и шучу, потому что все знают случаи банковских мошенничеств, все знают, как звонят люди из колл-центров подкидных, так вот туда вам не будут звонить люди из подкидных колл-центров. Поэтому это только ваши... И для того, чтобы здесь понимать или делать все, нужно знать материал, нужно знать, что ты предлагаешь, нужно знать бонус-план, нужно, чтобы все это было в голове. Нужно прочитать все материалы, которые там есть. Потому что я спрашиваю иногда партнеров, а вы читали? Нет, мы не читали. А как? Так можно быстро приглашать, как-то нагнать их туда и потом их бросить там, пусть они там разлагаются, как хотят. Но это же не так. Здесь-то еще чем хорош этот бизнес, что вы помогаете людям. Их успех – это ваш успех. Ваш успех – это их успех. И, по-моему, это просто мечта для каждого человека, который не хочет особо ни от кого зависеть и хочет помогать другим людям. Поэтому вот мне нравится. И еще раз я, Любовь Самсонова, скажу вам так. Я была только на первом ивенте, но это был, конечно, очень шикарный ивент, потому что до этого я была в разных других компаниях, и мы тоже были на мероприятиях. Такого мероприятия я видела впервые. Почему? Это масштабность. Это доступность всех лидеров. Вы можете подойти к любому. Да, конечно, нужно знать английский язык. Коля записывает к тебе. Я тоже, кстати. Вот. Почему? Потому что, конечно же, тогда вы можете больше узнать. Правильно, молодежь, она у нас просто молодец. А вам хочу сказать и пожелать того, что сказал Георгий. Он вам что сказал? Обратитесь к своим внукам, детям, правнукам. Почему? Потому что вот сейчас они вас услышат. Почему? Потому что пришел продукт совсем другой, который у них, как бы говоря, уже, да, жетон упал. Почему вы здесь? Ну, Артур-то, почему здесь? Его же папа пригласил, понимаете? Но он же папе-то не верил сначала. Он говорил, ну, чем ты там занимаешься? Пока первый раз папа с нами поехал на Дубай и выставил фотографии. Да, наверное, тебя тогда это зацепило? Я не знаю. Ну, может быть, что-то другое. Мы не будем узнавать точно. Так что всем вам желаю подключить сюда своих детей, правнуков и внуков. Я могу рассказать, да? Можешь. У меня, естественно, родители занимаются стив-маркетингом 20 лет, но я никогда в жизни не думал, что я буду заниматься этим. Потому что там были баночки, скляночки, чаи и все прочее. Если сейчас у нас была презентация чаев, меня бы здесь не было. Но я не могу это продать, мне это неинтересно. А виртуальные чьи? Это в день. Травы. Просто в какой-то момент... Что еще? Микрофон. В какой-то момент мне понадобились деньги. Понимаете? Родители у меня уехали. Я вообще очень много самостоятельных человек, у меня родители уехали давным-давно, далеко-далеко. Они сейчас проживают в Турции. Это было еще до университета, а коммерция, извините, недорогая. Хочешь позвать девочку куда-нибудь? Плати. Хочешь оплатить в универ? Плати. Хочешь покушать вкусно? Плати. Вопрос, что делать? И ты начинаешь перебирать альтернативы. Хочешь идти поработать? Сколько там? 20, 30, 40 тысяч. Ну давайте, ладно, тысячу долларов в месяц. И с них половину ты съедаешь. Половину ты куда-нибудь тратишь. Что у тебя остается? Какая у тебя цена твоей жизни? Я так не хочу. Еще тратишь очень много времени. Я понял, все, нет. Бизнес. Какие мы все крутые, классные. У нас у всех будет собственный бизнес. Да, будет. Если вы будете набираться знаний в том направлении, которое вы хотите. Ну и у вас деньги должны быть. Ко мне пришел Владлен. Первый раз мы с ним познакомились. Он приходит и говорит, у меня есть бизнес-план. Вкладывай в меня. Мы с ним поговорили, пообщались. И в итоге вместо денег я ему дал просто инструмент. Который, говорю, вот ты сейчас сам заработаешь. И даже если ты потеряешь, то деньги будут чужие какие-то. Чтобы тебе их отдавать. Это твои деньги. Ну, потеряешь, потеряешь. Это бизнес. Один бизнес, другой, другой. Правильно? Вот так и было. Человек не хочет открывать уже свой бизнес. Я открывал бизнес. Два, три бизнеса. Разные придумывали варианты. Вместе с своими друзьями. Или постарше. Но это все игры, которые ни к чему не приводили. Да, благо в ноль выходили. Все, время-то идет. Дальше это на тебе инвестиции. Ну, извините, я на то время не знал, что такое трейдинг. Трейдинг, как это делать. Потом, когда у меня появились деньги, я подался в трейдинг. Никому не советую. Это очень психологически тяжелый момент. И вопрос, альтернатива, что в итоге делать. И тут, вот как сказал Любович, мой отчим, он предложил разобраться с инструментом, таким как MLM. Не суть какая-то компания, а просто сам бизнес. Просто вы делаете всегда одно и то же. Вопрос просто, где вам это больше нравится. Я понял, что тут все зависит от меня. Мои доходы зависит от меня. То время, которое я хочу тратить, зависит от меня. Мои коллеги условно зависят от меня. Плюс тут есть возможность. Я вот не люблю сидеть на одном месте. Может туда ехать, сюда ехать. И я уже с второго курса начал заниматься тем делом. От меня все, никто с ним нехал работать. Все мои друзья говорят, вот там, потом, потом, потом. Я просто поменял людей. Просто поменял окружение. Все. И тут вот, ну, не надо никому верить. Вас либо прижало, либо не прижало. И пока ваших детей не прижмет, ничего делать не будут. Как и со взрослыми. Пока их не прижимает, никто ничего не делает. Так давайте не будем доводить сюда вот этой негативной мотивации, когда все плохо. И пока у вас есть хорошие возможности, как финансовые, так и момент времени, так и вот ваши наставники, используйте это. Кто поймет, классно. Остальные вопросы не имеют. Спасибо. Ну, я в Дубае с уже трех созывов. Четвертый я был в Дубае, просто отдыхал. И вот этот Дубай для меня был... Вот, кстати, вся моя жизнь сетевым прошла вот сейчас. Начиная с ребят, заканчивая Людой. Люба, я все путаю. Люба, Люда. Люда должна быть с нами сегодня, но вот не смогла. Вот я вот смотрел на них, да, я радовался, потому что, когда я начал сетевой, когда мне было в 93-м году, серьезно занялся где-то в 2000-м, когда пришел уже в онлайн. Это большая жизнь. И я очень завидую, по-хорошему завидую, потому что если бы мне тогда сказали об этой возможности, когда Йонасу сказали, когда был 16-м, в 20-м я стал миллионером. Нам сказали поздновато, да? И там были другие времена. Но мы смогли все-таки раскрутиться, как-то подняться. И мы никогда не сдавались, тоже очень важно не сдаваться. Это очень важно, не сдаться. Я желаю нашим дубайцам все-таки в таком же составе, в увеличенном, расти, расти, расти. А насчет Дубая, для меня это был самый тяжелый Дубай, который был вообще. Потому что вроде звучит интересно, там, для ВИП-персон что-то там еще, но это постоянная работа с людьми, помощь, звонки, то есть care, забота, о которой мы говорили. И это очень напряжено. Все наши топы Антони, Джордж, Магнус, неделю откисали. Реально, потому что действительно настолько эмоционально все заряжено, настолько это все уровень. Вот этот Дубай по уровню был выше, чем предыдущий. Следующий Дубай будет еще выше, плюс открытие офиса Дубая. То есть это тяжело, но я желаю вам всем этой тяжести. Почему? Потому что есть чувство удовлетворения, что то, что ты посеял, оно дает всходы, это произрастает, это растет. Так что, друзья, я желаю вам этой тяжести, чтобы вы тоже отвечали за свою команду, разбирали бы их вопросы, которые возникнут и в Дубае, или в Барселоне, или в Нью-Йорке, где угодно. Это хорошо, это классно. Чтобы это достичь, как ребята говорят, надо менять окружение, правильно? Зачем никакие вещи? Зачем ждуны? Зачем это нужно? Время осталось нам, старшим поколениям, не знаем сколько. Так давайте использовать это время более плодотворно. Работать честно, говорить прямо, никого не обманывать, не воглить заблуждения, рассказывать то, что есть. Никому претензий не имею, каждый выбирает для себя.